Данное видео не новый курс, это слитый воедино плейлист DevOps Sandbox, который я писал год назад. И, собственно, я решил все это объединить в одно видео для возможного удобства и, безусловно, для того, чтобы в очередной раз обратить на него внимание. Но также мне еще хочется дать некую оценку тому, что я сделал. Прошел год, у меня появилось еще чуть-чуть больше опыта. И, конечно, я смотрю по-другому на то, что я делал ранее. Я могу гарантировать, что если ты тестировщик или программист, или, может быть, ты просто интересуешься какими-то DevOps-технологиями, как может быть построена такая очень-очень базовая инфраструктура в каком-то проекте, как можно использовать CICD, использовать Docker, немножко погрузиться, пощупать мониторинг. Или, если ты заинтересован в создании своего педпроекта, вероятно, это видео будет тебе полезным. Если ты опытный специалист, или уже работающий DevOps, или ты ищешь какие-то иные интересные решения в инфраструктуре, то могло бы как-то расширить горизонт твоих знаний. Скорее всего, видео это не для тебя, поскольку я буду здесь разбирать базовые вещи, касаться простых моментов. Но, как всегда, в своих видео я обращаю внимание, что я не разжевываю теорию, не показываю всё в мельчайших подробностях. Я показываю задачу, которую нужно решить, и показываю то, как её решаю я. Конечно, иногда погружаюсь в какие-то подробности, детали. Иногда некий шлейф курса или обучения присутствует в моих видео, но на самом деле это не является никаким конкретно обучающим курсом. Поэтому всегда я указываю постфикс повествования, то есть курс повествования. Это цикл видео, но в общем и целом я просто рассуждаю и показываю то, над чем я работаю, и как я над этим работаю. Конечно, качество видео оставляет желать лучшего. Какие-то моменты я бы изменил, возможно, что-то бы дополнил, улучшил, но работа уже над этим плейлистом закончена. Пиши комментарий, ставь лайки, подписывайся на канал, канал в Телеграме, канал на Ютубе. В общем, приятного просмотра. Поехали! Привет! Сразу хочу оговориться, чтобы не вводить в заблуждение. Если вы специалист, профессионал, цикл моих видео, скорее всего, вам будет не особо полезен, потому что ничего нового или необычного здесь не будет. Но в любом случае я с радостью отношусь к любой критике, вполне готов конструктивную критику выслушать. Это будет полезно и мне, и тем зрителям, кто хочет следовать лучшим практикам. А теперь мы продолжим, и я расскажу уже для тех, кто остался. Основной целью цикла видео DevOps-песочница, DevOps-sandbox мы возьмем за основу наш предыдущий проект, связанный с автоматизацией тестирования. Если вы его не проходили, но вы хотите попробовать вместе со мной выполнить те DevOps-конфигурации, настройки сервера и так далее, то, что мы будем делать самостоятельно, без написания фреймворка, вы сможете его взять у меня на GitHub и использовать его для прохождения, для выполнения данного цикла видео. Итак, в цикле видео мы рассмотрим такие понятия, как Docker, поработаем с Linux, поработаем с GitLab CI, будем работать с Bash, писать Bash-скрипты. Возможно, будет еще мониторинг, алертинг. То есть мы будем использовать, в принципе, такие базовые основные вещи, которые позволят нам развернуть наши тесты и заставить все это автоматически развертываться, прогоняться и, соответственно, собирать отчеты вместе с этим. Суть будет в следующем. Это как будто бы ваш проект, который необходимо реализовать для заказчика. Смысл его задачи заключается в том, что заказчик хочет, чтобы автотесты автоматически выполнялись по расписанию, ну, условно, там, в самые незагруженные часы, допустим, там, каждый раз утром, рано утром, там, в 5-6 утра и так далее. Потом должны генерироваться отчеты, они должны сохраняться, вот, и все это должно работать непрерывно, без вашего участия, ну, то есть настроить ICD, и все это должно быть в контейнере. Задача достаточно абстрактная, решить можно ее по-разному, и одно из таких простых решений я попробую продемонстрировать. Все, вся эта работа происходит в том смысле, у нас маленький опыт, там, джуниор, не знаю, опыт стажера, и мы постепенно маленькими шажками должны прийти к какому-то минимально готовый продукт со всеми нужными функциональностями, которые потом при необходимости и при желании можно развить более серьезный полномасштабный проект, ну, и дальше уже с этим работать. То есть вот такая у нас основная задача данного цикла видео. Возможно, то те идеи, те реализации, которые я на данный момент, как бы, придумал и реализовал, возможно, это будет дополняться. Надеюсь, этот цикл видео вам тоже будет полезен и интересен. Я повторяю, много раз повторял и повторяю еще раз, что я не являюсь истиной в последней инстанции. Если вы знаете, придумали, сделали решение лучше, отлично. Я являюсь просто человеком, который показывает то, как делаю это я, и достаточно, достаточно просто, но не всегда мои решения будут соответствовать бестпроекту. В любом случае, этот курс, курс цикл видео, это не обучающая программа. Я ничему вас не обучаю, я просто показываю свой процесс. Если вам интересно, вы пробуете и вас подчерпываете и получаете какие-то знания, отлично. Но еще раз говорю, это не учебная программа. Я просто делюсь процессом своей работы. До встречи на моих следующих видео. Спасибо за просмотр. Как всегда, могу порекомендовать только одно. Привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться. Сегодня мы будем настраивать наше окружение, поднимать виртуальную машину, устанавливать на нее Linux CentOS и создадим репозиторий в GitLab, с которым будем как раз-таки работать. И если театр начинается с вешалки, то программирование, DevOps, тестирование и, в принципе, по большей части IT начинается с Google. В первую очередь мы пойдем в Google. Но для начала давайте определим, что нам нужно. Наша первоочередная задача, с чего бы нам начать. Вот у нас есть тестовый фреймворк и нам нужно сделать для него такую DevOps-инфраструктуру. Конечно же, в этом деле я решил, что буду использовать виртуальную машину и на ней производить, соответственно, запуск тестов и прочие инфраструктурные решения. И в первую очередь нам нужно с вами установить, в моем случае, VirtualBox, который позволит нам поднять виртуальную машину. Для этого мы просто пишем vbox или virtualbox download и находим первую ссылку, то есть Oracle VM VirtualBox. Windows. Это то, что как раз нам и надо. Здесь никаких сложностей, я думаю, не будет. Мы просто скачиваем тот установщик, который нам необходим для нашей операционной системы. В моем случае это Windows. Скачиваем себе на компьютер. Затем, то есть у нас после установки, у нас появится вот такое вот следующее окно. Вот как вы видите, у меня здесь уже есть, правда, три виртуальные машины на CentOS и две на Ubuntu. И далее, помимо того, что у нас будет виртуальная машина, нам необходим образ самой операционной системы. И это также легко гуглится. Мы просто пишем CentOS Download. Открываем первую попавшуюся ссылку. В данном случае я буду устанавливать CentOS Stream восьмой версии. Далее вы переходите к той архитектуре, которая вам нужна. Выбираете, соответственно, ссылку, которая вам подходит. То есть из зеркала, где можно скачать ISO файл. То есть ISO файл мы будем как раз таки запускать. Условно, это будет наш виртуальный диск, который мы вставляем в CD-ROM и запускаем виртуальную машину. Ну, допустим, первая ссылка. Там будет ISO. Например, вот этот файл. Также нажимаю скачать. И у нас все скачивается. Ну, как вы можете видеть, у меня уже есть версия восьмая скачанная, поэтому я скачивать не буду. Вот, вы можете поставить на паузу, скачать. И как раз таки все это дело у вас будет уже на вашей рабочей машине. Ну, давайте представим. Уже мы все скачали, установили. Вот у нас наша виртуальная машина. Что же делать в первую очередь? Для начала, конечно, нам нужно ее создать. То есть мы выбираем машину, new, и называем ее. В моем случае это будет devops-sendbox. Давайте еще напишем devops-sendbox-sendos. И как вы видите, по ключевым словам автоматически виртуалбокс понимает, что мы имеем в виду семейство Red Hat в данном случае. Ну, и будет у нас это centos. Затем мы выбираем машину, в которой будет все храниться, связанная с нашей, точнее, выбираем директорию, где у нас будет храниться вся информация с нашей, ну, нашей виртуальной машиной. Так, я что-то заговорился, да? Ну, в общем, я думаю, вы поняли. То есть та директория, где будет храниться вся информация о вашей машине. Выбираем. Оставляем, соответственно, тип Linux. Все у нас верно. И нажимаем next. Далее определяем количество памяти оперативной. Я выставлю, пожалуй, ну, будет пусть 496 тысяч. Я предполагаю, что то, что мы будем делать на курсе, это не будет особо ресурсно-затратная задача. Вот, поэтому, если у вас хотите выделить меньше, можете выделить меньше. Это разница не принципиальная. Далее оставляем все как есть. То есть создаем виртуальный диск. Скорее всего, у вас его нету. То есть я могу, в принципе, использовать существующий, но я создам новый. Здесь по настройкам, какой тип жесткого диска вы можете почитать, поизучать, в это углубляться не будем. Я думаю, что в нашем случае просто для пользования нам хватит и тех настройок, которые указаны здесь. И оставляем динамический расширяющий диск. Эту настройку оставим как динамическую. Опять рекомендую погуглить, что это такое, чтобы было понятно, почему мы выбираем динамическую. Если вы уже знаете, можете написать в комментарии и заранее подсказать тем, кто будет смотреть это видео дальше. Ну, здесь, соответственно, выбираем, какое количество гигабайт будет выделено жесткому диску. Я, пожалуй, выделю 30 гигабайт. Я думаю, что мне этого хватит. У нас как бы виртуальная машина готова, но на ней нет никакой операционной системы. Мы условно купили компьютер без операционной системы. Ну, или у кого-то взяли. А теперь нам нужно установить нашу CentOS. Чтобы это сделать, нужно поместить операционную систему, диск с установкой, то есть ISO, который мы скачивали, в виртуальную машину. Делаем это следующим образом. Выбираем Storage. Нажимаем Empty. То есть, видите, он пустой дисковод у нас. И здесь выбираем Choose a disk file. И выбираем здесь наш ISO файл. Теперь у нас все окей, готово. Там есть диск. И с этого момента мы нажимаем на Start. И у нас начинается, запустится наш установщик. На что я хочу обратить внимание в качестве именно работы вот с этим вот окном виртуальной машины. Я вот сейчас изменил размер. Сейчас я сначала верну все как было. Для того, чтобы просто у вас не возникало трудностей. Сейчас пока окошечко маленькое, я его позже увеличу. Смотрите. Какая может быть одна из первых проблем? Мы нажимаем курсором на наше окно виртуальной машины. И курсор пропадает. Видите, его нет. А теперь появился. Кликнул, опять пропадает. Дело в том, что когда мы кликаем, мы попадаем в виртуальную машину. И как бы курсор с нашей физической машиной, он весь там. Но если это предполагается, что это сервер без GUI, то у нас не будет курсора. И поэтому мы не сможем ничего делать мышкой. Для того, чтобы выйти из этого режима, нужно нажать на правый control. Вот видите, тут даже написано правый control. Видите, он такой пустой. Я кликаю на виртуальную машину, и он становится зелененьким. Вот. Теперь это один момент. Второй момент это как работать с окнами. То есть у нас здесь у нас есть такое меню, которое позволяет нам использовать view view. Это как раз таки view mode, который нам отображает нашу виртуальную машину так, как нам нужно. То есть мы выбираем, например, full screen mode. Это получается на весь экран. Но вы можете заметить, что у нас масштаб не совсем подходящий. Ну вот, например, мы делаем 150. Или, например, 200. Вот уже покрупнее. С этими настройками, я думаю, вы разберетесь. Посмотрите. Просто лишний раз, чтобы не пугало, если кто-то не сталкивался с виртуалбоксом. Когда мы кликаем, вот у меня опять курсор пропал. Что же делать? Нажимаем на правый control. Для того, чтобы... Вы видите, здесь нет меню. Она как бы вот у меня внизу. Для того, чтобы вызвать ее таким образом, как сейчас я вызываю, мы зажимаем правый control и нажимаем на кнопку home. И как вы можете понять, я это говорю с точки зрения... Ну, с позиции операционной системы Windows. На macOS будет немножко иначе. Опять-таки, как будет иначе, вы отлично сможете погуглить. Вот. Я все-таки пока сделаю scale-mod. То есть, это мод, который позволяет нам самостоятельно менять масштаб, растягивая окно и так далее. То есть, можно так сделать. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. И теперь... Все, теперь можно продолжать. Итак, у нас install centos stream 8. Нажимаем enter. Установщик, скорее всего, здесь будет GUI. То есть, мы сможем выбрать там язык, прокликать, создать пароль рута и так далее. Я думаю, с этим проблем у вас не возникнет. Ну, пользуясь случаем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и добавляйтесь в группу в Телеграме. Группы чат в Телеграме, где можно пообщаться, задать какие-то вопросы. Если вдруг вопрос более-менее сложный, но есть необходимость как-то вот его задать и через комментарий, если вот не выходит. Итак, значит, мы попадаем в Centos. Welcome to Centos. Такая прекрасная картина. И я думаю, English нам будет достаточно. Также можно переключаться с помощью клавиш Tab. Смотрите, здесь у нас что тут необходимо. Первое, это мы создадим пароль для рута. У меня он будет максимально простой. Но, конечно, на продакшене так делать не стоит. Для пользователя можно создать и пользователя, под которым мы будем работать в будущем. Но я думаю, лучше мы его сделаем на следующем уроке. И как раз поработаем, уже начнем работать в консоли. Далее подключаемся к нашей сети, чтобы у нас был интернет у виртуальной машины. Дальше мы выбираем жесткий диск, который в дальнейшем будет у нас использоваться. Теперь ждем, как у нас пройдут все настройки, установки. И у нас задизребленные кнопки станут Enable. То есть, соответственно, можно будет на них кликать. Вот, соответственно, кнопочки у нас появились. Теперь выбираем Installation. Здесь, точнее, Installation Source у нас здесь ничего не нужно. Software Selector. Здесь вот нам, Selection, нам нужно выбрать. То есть, у нас тут по дефолту сервер with GUI. Нам Graphical User Interface не нужен. Поэтому я просто выберу сервер без графического интерфейса. Вы можете также посмотреть разные другие настройки. Если вам интересно, там погуглить себе, там что-то добавить заранее. Я заранее ничего ставить не буду. Все, что нам понадобится, будем устанавливать через Ямп утилиту. Все готово. Ну и давайте начнем установку. Это будет достаточно длительное время, продолжительное. Поэтому, скорее всего, этот участок видео я пропущу. Итак, что у нас значит? Все установилось наконец-таки. И мы нажимаем Reboot System. Для того, чтобы это все успешно поставилось в итоге. Так, выбираем первое. И вот у нас значит Local Host. Root и пароль. Так, ну вот мы зашли. Все хорошо. Теперь нам необходимо закрыть. Закрываем нашу виртуальную машину. И сделаем одно очень важное дело. Есть такое понятие, как снэпшоты. Они позволяют сохранить текущее состояние вашей виртуальной машины, вашего сервера. Поэтому я рекомендую это делать обязательно в те моменты, когда вы сделали что-то, что уже больше... Следующая точка невозврата условно пройдена. И вы хотите, чтобы этот результат сохранялся. Даже если вы где-то напортачили, вы могли к нему вернуться. И, конечно же, в те моменты, когда вы думаете, что сейчас вы будете делать что-то, что сломает все черту. И стоит сделать заранее снэпшот. И так как для того, чтобы, если вдруг мы сломаем сейчас машину спустя там несколько видео, чтобы не ставить заново, мы сделаем такой дефолтный снэпшот, который будет у нас называться... Ну, там, Default Host. То есть это просто чистая установленная операционная система, но уже готовая, сделанная. Вот она у нас будет там храниться в этом снэпшоте. Вот это закончили. И следующее, без чего мы не можем обойтись, как бы все остальное это будет происходить в основном в виртуальной машине на Linux, но то важное, без чего мы не можем еще обойтись, это репозитория. Поэтому мы заходим, ну, вы регистрируйтесь, заходите в GitLab, у меня уже все есть, там какие-то проектики. Выбирайте новый проект, New Project, смотря как у вас там язык установлен, пустой проект. И здесь указываем DevOps, Sandbox. И, в принципе, все, оставляем там в Redmi и так далее, ну, как вы на ваше усмотрение, там, приватный, публичный, неважно. Вот так вот оставляем, создаем. И все, проект у нас готов, все, что нам нужно для начала работы у нас, в принципе, есть. Буду стараться делать видео не сильно длинными, чтобы они, наверное, были лучше для понимания. Хотя не обещаю, поскольку бывают моменты, которые коротко не рассказать. В общем, вот так вот у нас было начало. В следующих видео будем уже настраивать нашу операционную систему, нашу виртуальную машину, имея в виду. Вот, а пока приводите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь. Всем привет! Так, у нас второе видео, которое будет посвящено настройке виртуальной машины, которую мы создали. В принципе, здесь тоже все, я думаю, будет понятно. Запускаем нашу виртуальную машину. Те, кто не работал с Linux никогда, кто переживает, что это будет там сложно как-то, непонятно. Надо, я рекомендую делать все постепенно. Конечно, нужно постепенно с этим работать, поскольку все сразу понять и узнать невозможно. Отличная возможность поработать в своем темпе, поизучать, посмотреть на команды, как, чего. Постепенно эти команды запомнятся и уже никакую проблему для вас представлять не будут. Как мы знаем, а может быть не знаем, я вам расскажу. Ну, рекомендуется не работать из-под рута. То есть, рут это самый-самый супер главный пользователь. Он важнее и главнее супер-супер пользователя, то есть там суда, о котором мы поговорим дальше. И нам нужен пользователь, который может выполнять все важные и нужные функции, но обязательно с запросом. То есть, я хочу выполнить какую-либо команду, например, там что-то удалить или убрать что-то важное из системных папок через суда, через просьбу. То есть, через команду суда, то есть супер-юзер. Вот, поэтому нам нужно для этого создать своего пользователя. Каким образом это нужно сделать? Вот я не знаю, как это делать. Или я не помню. Что-то с командой, какая-то связанная с юзером. Что у нас, какие есть возможности, чтобы понять, туда мы идем или не туда. Вот я помню, что у меня какое-то первоначальное команды, как-то называется со слова юзер. Я пишу юзер, и потом, нажимая клавишу tab дважды, у меня появляется подсказка. То есть, то, что я могу использовать в качестве, что очень похоже на то, что я ввел. Так, tab касается не только команд, он также касается, например, я хочу посмотреть список файлов, которые хранятся какой-нибудь... Вот, вот я написал etc, l, и вот не знаю, что же там можно еще посмотреть на букву l. Нажимая дважды tab, и он мне показывает, какие файлы там хранятся. Ну и так далее. Ну это так, лирика. Итак, у нас вот юзер. Какие у нас есть возможности? Ну, скорее всего, похоже что-то на юзер-эд. Но я помню, что у нас еще есть add-user. И вот я думаю, какая из этих команд та? Что из этого подходит, что не подходит? Для того, чтобы понять, что вообще содержится, что команда делает, мы можем написать man, 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 и используем user-add. Вот, например, нажимаем enter, и у нас открывается подробная инструкция, то есть мануал о том, что это за утилита и как с ней работать. Ну, в данном случае у нас написано, что это создает нового пользователя или обновляет дефолт информацию новому юзере. Вот, значит, все посмотрели, все нас устраивает, все хорошо. Что такое, кстати, можете написать в комментарии, знаете, чем отличается user-add от add-user. Тоже, возможно, будет полезно и интересно. Ну, допустим, вот я пишу user-add, и у меня это будет просто классический админ. User-add-admin, то есть у нас создалось. Как понять, что у нас все правильно создалось, мы можем посмотреть на папочку home. Это там, где хранятся, как бы, ваши рабочие папки юзеров, и там должна быть сейчас папка, точнее, не папка, неправильно говорю, директория admin. Смотрим, оп, директория admin. То есть, вот мы видим, вот здесь у нас D, это означает D, это означает директория. Она создалась, хорошо, но нам нужно также создать пароль. Почему? Вот, например, я сейчас сделаю, посмотрим, cat etc pass. Сейчас здесь мы, благодаря вот этому, в этом файле, у нас отражены все пользователи нашей системы в данном случае. Вот самый последний, кто создался, это админ с группой 1000, с группой ID, и его директория домашний home admin, и оболочка bin bash. В принципе, все, что нам, как бы, и нужно. И посмотрим etc shadow. Это нам показывает наши пароли. То есть, мы видим, что у нас есть пароль от Ruta, а у админа пароли нет. И, как бы, в нашем случае это плохо, потому что, вот, мы будем сейчас заходить на, под, захотим зайти под админом, у нас не будет возможности, потому что у нас нету пароля. Ну, давайте попробуем сделать так. Из-под Ruta мы можем зайти, то есть, пишем su admin, нас он отправляет, то есть, мы вот зашли под админом. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl D или Command D, и мы выходим из-под логина. И еще раз, чтобы вообще выйти из-под него. Но, если я, например, зашел в машину и хочу как-то зайти в нее, как мы заходим, я вот какой-нибудь пароль от Ruta пишу, естественно, он не проходит. Вот. И для того, чтобы нам избавиться от этой проблемы, мы делаем password admin и задаем пароль. Вот. В директории будут, ну, например, директория root, такая вот она. И я вот, например, хочу посмотреть, что же там лежит-то в директории root. Смотрите, я нахожусь из-под админа. А мне пишет permission deny. То есть, я не могу, доступ запрещен. А если, чтобы избавиться от этой ситуации, чтобы посмотреть что-то, я должен использовать sudo, то есть, superuser. sudo. Но в данном случае я не могу его использовать, потому что админ не находится в sudoers файле. То есть, мне нужно дать админу доступ к исполнению этой команды. Ну, если мы посмотрим man sudo, то мы увидим sudo, sudo.id, то есть, execute command, как другой юзер. В данном случае, как юзер, как root, потому что для групп sudo есть, как бы, благодаря sudo мы расширяем права обычного пользователя до прав рута. Вот, для чего... так, чтобы нам вот это вот провернуть, чтобы нам дать доступ sudo... Ну, вот я опять под рутом зашел, мы сейчас посмотрим, я сейчас, например, сделаю ls-root. Ну, конечно, покажет мне содержание файла. Настройки sudo, мы видели в ошибке, у нас было написано, что он не в файле sudoers. Давайте посмотрим, что это за файл. Мы используем утильту cat. Ну, или ладно, давайте nano, текстовый регулятор nano, который нам позволит открыть содержимое файла. Он находится в etc, sudoers, посмотрим, что у нас, sudoers и sudoers.d. Нам нужен sudoers. Вот видим такой большой файл, много всего закоминчено. Так, что нас тут волнует, нас волнует. Вот, смотрим. То есть, allow root to run any commands anywhere. То есть, запуск любых команд везде из-под рута, любых команд везде можно из-под рута запускать. Дальше у нас есть группа will, которая наделяет нас способностью рута. Подобную настройку нам нужно указать для админа. Но не в этом файле. Этот файл трогать не рекомендую, потому что у нас есть... То есть, это как бы безопасность. Видите, у нас внизу написано include directory sudoers.d. То есть, все файлы, которые находятся в sudoers.d, эти правила будут применяться просто к правилу sudo. Но это обезопасит, так как мы не ломаем системный файл, который был сгенерирован, создан, а мы делаем свой и можем делать с ним, что хотим. Так, ну, по поводу nano, что я тут сделал. Видите, внизу команда, вот эта стрелочка обозначает control, либо такую же кнопку, клавишу на macOS. macOS, значит, зажатый control и нажатая какая-либо из этих клавиш. В данном случае я зажимаю control и нажимаю x. Все, мы выходим. Если вы вносили какие-то изменения, то у нас будет, значит, там, что-то я внес. Нажимаю exit и пишет, что сохранить ли изменения или не сохранить. Ну, в данном случае, конечно, нет. Поэтому я нажимаю n. Итак, давайте мы теперь перейдем в директорию и здесь сделаем файл admin и здесь пропишем, то есть у нас для админа all, для всех групп мы делаем all. То есть мы все для всех, везде вот все вот так вот прописано. Как конкретно там что прописать, можете тоже погуглить. То есть так это будет работать. Но я лично не люблю и не рекомендую, ну, это мое личное мнение, писать no password там. Ну, поскольку вот эта команда no password, она позволит пользоваться суда без выполнения пароля. А как бы немножко в этом смысле теряется тогда безопасность. То есть мне лучше лишний раз обратить мое внимание, что мне надо пароль ввести. Вдруг я случайно нажал не ту команду. Вот мы, значит, все ввели, посмотрели, значит, все это у нас есть. Ну и давайте теперь зайдем под админом. Проверим, что у нас также нет доступа. Суда лс root, админ. Все, теперь доступ есть и по паролю мы зашли. Ура! Теперь будем работать всегда, постоянно из-под админа. Итак, следующее, что нам нужно сделать. Что нам нужно сделать. У нас есть необходимость в том, чтобы получать файлы из рабочей машины. То есть, например, удобно в IDE-шке там какой-нибудь или в Sublime Text сделать скрипт, там его проверить, например, и закинуть на виртуальную машину. Если у нас есть такая возможность, почему бы и не пользоваться? Вот. Поэтому я предлагаю... Ну или, например, мы отчеты в Allure создали и хотим их сразу, там, не знаю, перекинуть в какое-то другое место. Ну, условно. Поэтому мы настроим сейчас sharing folder, sharing directory, sharing folder. Что нам для этого нужно? Ну, конечно, нам здесь нужно будет много чего установить. В первую очередь... Давайте я сейчас немножко сделаю другой вид. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? У VirtualBox есть такая установка так называемого Guest Editions. То есть, это некий набор плагинов, приложений, которые позволяют интегрироваться с виртуальной машиной, хостом более тесно. Если не вдаваться там в дебри, нам установка вот этой вот программы с этими драйверами и прочими вот этими элементами поможет, позволит сделать sharing папки. Поэтому мы ее вот здесь вот нажимаем, выбираем, чтобы в диск она попала. Если у вас ее нет, вам, наверное, нужно будет посмотреть, каким образом ее получить, там, или скачать. Вот, просто, когда я устанавливал VirtualBox, она у меня была уже сходу, как бы была скачена. А может быть и нет, давно ставил, забыл, честно говоря. Так, давайте сделаем поменьше экранчик. Теперь, что нам нужно сделать? Здесь у нас есть вот это все дело в CD-ROM. И нам нужно сейчас, а вот эти все девайсы и прочее, они хранятся у нас в директории DEV, то есть DEVICE, DEVICES. И вы можете заметить, здесь вот у нас есть папочки CD-ROM. И нам нужно, ну, допустим, мы вот создаем, мы создаем директорию CD-ROM. Видите, я под суда надо сделать, под суда. Так, сделали. Так, CD-ROM у нас есть. И нам нужно премонтировать CD-ROM из девайса в CD-ROM в папке, чтобы у нас... То есть, сложно объяснить. Давайте, так, нам нужно взять данные из диска и положить их себе в тачку, чтобы мы могли все это дело установить. Вот, мы напишем mount DEV CD-ROM CD-ROM. Сделали. И теперь посмотрим, что же у нас лежит в CD-ROM. В CD-ROM у нас лежит много появилось файлов. И важный файл у нас vbox.linux.editions.run. И нам нужно его запустить. На самом деле, сейчас после запуска у нас, скорее всего, будут ошибки. И как раз посмотрим, там будет не хватать пакетов, которые необходимо установить. Ну, я заранее их не стал ставить, потому что вдруг вы, возможно, можете столкнуться с какими-то еще более такими... Другими какими-то проблемами, пакетами, там, я не знаю, может, вы Ubuntu решили поставить. Вот, ну, там будет информация. Пока посмотрим, как можно будет ее найти. Итак, значит, мы получили наши файлы. То есть, CD-ROM окей, у нас все есть. Теперь нам нужно запустить vb.linux.editions.run. Соответственно, вот это запускается просто. Мы делаем CD-ROM, vbox, linux. И все через tab, даже ничего не надо записывать. Ну, и помним, что это нам нужно выполнять от лица суда. Делаем установку. И ждем скорейшего сообщения о том, что все упало, все пропало. Вот следующее сообщение. То есть, здесь у нас говорится о том, что vbox.guest зафейлился, и в лог-файле можно посмотреть информацию. Ну, давайте посмотрим. Я предлагаю выбрать последние 50, то есть tailhost, последние 50 строк из файла var, log, vbox.add, setup.log. Так, и посмотрим, что у нас значит, что это значит. Ну, кто его знает, кто его знает, что это значит. Мы с вами тут занимаемся первый раз. Не знаю. Давайте посмотрим vbox. Значит, все там зафейлилось. И что у нас тут есть? Вот мы видим, что какие у нас не хватает пакетов. Так, ну я на память помню, что я точно устанавливал jwc. c make kernel devil дальше посмотрим ну давайте установим установщик наша ям называется в убунте и 5 апт так install gss kernel и сделаем флаг y для того чтобы то есть когда мы там что-то устанавливаем у нас частенько ям спрашивает точно установили там нашлось то-то то-то хотите установить или не хотите надо нажать y этом y или n вот ну я можно установить флаг y и сразу все будет устанавливаться вот нас пошел процесс кто-то говорит что после всех этих установок а блин забыл надо было ям апдейт сделать кто-то гану сейчас сделаем кто-то говорит что после этих установок нужно делать ребут кто-то говорит не нужно у меня без ребута вроде работала но если сейчас не сработает репут ним машинку как бы в этом я думаю сложности никаких не будет ну пакетов много они такие системные словно керна то есть наш вот это ядро там что-то невозможное как бы в глубину то есть конкретно что там с чем связаны я честно говоря сейчас не скажу сходу и я не думаю что она обязательно нам на данном этапе это знать ну для как бы общего расширение кругозора всегда полезно так и за масштаба не увидел все значит комплит давайте сделаем повторно установку вот смотрите сообщение что у нас look at посмотрите в наш опять таки с это блок и найдите что пошло не так что-то вот пошло не так что же пошло не так сейчас мы посмотрим еще разок тут уже побольше информации и тут написано что пожалуйста установите либо лф либо в дэвл или лф уютилз и вот это вот все либо лфт ну и давайте вот точно это то что мы недоустановили ну давайте да установим почему бы и нет кстати говоря нам нужно же дает сделать потому что ну а у нас уже все запрещено так ну давайте что у нас я день я у нас ведь уже немножко под притормаживает дэвл 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 все тоже установилась и повторную делаем запуск наш овертал бокс линукска тишин сран дишин сран так у нас опять что-то пошло не так но мы посмотрим пошло ли реально что-то не так ли это просто так давайте посмотрим что там есть новыми видим что он просто не находит x work или x free 86 пропущен то есть это скипин она как бы как бы у нас все окей должно быть у нас все окей что нам надо сделать следующее следующее так мы во первых надо выйти из полноэкранного режима на выходе так сразу мы закроем из полноэкранного режима вышли и переходим в настройки виртуальной машины давайте сюда чего-нибудь прикрутим так мы выбираем что нам нужна папка которая для нас будет вот этой шеем шерид folders давайте здесь ее создадим данном случае у меня фантазии не очень будет здесь обязательно назовите ее иначе чем ваша папка то есть например просто шерид давайте автомаунт оставим но принципе это все пропишем еще файст об файл ну в общем неважно в общем сделали окей давайте посмотрим появилась ли она у нас по идее в медиа так с шерид на перми шантина а мы что ничего не положили давайте положим так ради тест и напишем ладно не будем так писать hello world пусть будет так то есть это директория владелец директории может что-то делать владелец группы вот все остальные не могут ничего делать то есть писать читать писать и выполнять группа у нас в бокс сф и пользователи рут в принципе я мог бы добавить админа в группу в бокс икс 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 вот но я не буду этого делать мне принципе это не нужно теперь нам нужно что сделать нам нужно премонтировать нашу папочку шерид folder в мою директорию, в домашнюю а где же у нас в домашней директории? видите, я admin-sendbox если мы выполним следующую команду, он покажет, где мы находимся вот этот значок тильды, по-моему, тильда называется, он, если нет, то напишите в комментарии он нам указывает на то что мы в данный момент находимся в домашней директории данного юзера то есть, например, я там сейчас зайду в какой-нибудь в какую-нибудь вот такую директорию посмотрим, что я тут да, то есть я в etc.lib.nl и написано, указано, где lib.nl и дальше я, например, делаю таким образом и попадаю в директорию tilt ну, как бы, тут же есть какая-то папка почему тут не написано home admin но она не написана именно потому, что это является корневой директорией для домашней, главной, важной директории для конкретно этого юзер админ если я зайду под рутом то видите, у меня сразу папочка превращается в админ а тут превращается в рута ну, то есть, точнее, я вот так сделаю pvd home admin и у меня показан админ выходим из-под рута снова pvd home admin но у меня тинда так что запомните тинда в вашей домашней директории ну, кто знает linux, понятно можете нажимать на стрелочку вот эту вперед оно там промотает лишнюю для вас информацию в общем, смотрим что у нас здесь есть в этой папке в этой папке ничего кроме системных файлов и мы должны добавить сюда что? правильно, нам нужно сюда добавить создать нашу директорию к которой мы все это примонтируем с фантазией, как я уже говорил в плане названия директории у меня не очень поэтому я назову ее shared folder ls shared folder у нас что-то у нас есть у нас тут нет ничего а должно быть что? должен быть текстовый файл поэтому что нам нужно сделать? у нас уже есть место где у нас он лежит он лежит у нас по пути кстати, посмотрим через утилиту dfh и мы видим вот shared file system shared она у нас вот сколько гигабайт содержит размера использована свободно и хранится она она сейчас примонтирована то есть это shared она примонтирована к media sf shared а мы ее мы ее сейчас перемонтируем к себе в нашу домашнюю директорию и для этого мы делаем sudo давайте сейчас я выведу так мы делаем sudo mount здесь мы указываем формат файловой системы тип файловой системы далее мы указываем shared то есть название что мы монтируем и указываем дальше куда в принципе можно через тильду делать то есть типа такого ну я для ясности напишу полный путь shared folder сделали теперь магия мы смотрим shared folder и у нас там лежит текст и посмотрим содержимое этого и там hello world а если мы используем и напишем какую-нибудь карказиабру то так то есть так куда у нас значит она изменилась или даже мы сделаем так мы возьмем зайдем в папочку сделаем move из test.txt мы сделаем test.sh вот у нас sh расширение получилось и давайте посмотрим в реальную директорию о боже о боже у нас все изменилось какая прелесть то есть все работает я думаю что работа проделана очень хорошая замечательная но немножечко не до конца дело в том что скорее всего но так как у нас стоит автомаунт скорее наверное может быть ничего не отвалится то есть давайте еще раз при перезагрузке у нас примонтировалась директория она ведь подсветилась таким образом не знаю будет ли она как-то отмечаться не никак она указана ведь ее права то есть она директория рутовская целиком и полностью но она у нас имеет доступ на чтение запись исполнение как для юзера как для пользователя для группы пользователя и для всех остальных ну в принципе это нам особо мешать не будет но если будет мешать вы можете изменить если нам будет мешать в будущем то я в принципе продемонстрирую как и что можно в этом плане изменить ну как вы видите я без проблем с ней работаю будучи под админ но теперь нам нужно вы можете погуглить файл etc vs tab это файл который нам поможет зафиксировать монтирование директории в нашу машину чтобы при перезагрузке у нас ничего не ломало давайте сделаем это все это делается достаточно просто мы здесь указываем сначала нашу что мы монтируем то есть shared монтируем точку вот эту вот shared далее мы показываем куда файл далее указываем как там webbox sf то есть тип этой системы файловой далее ну настройки как бы я не буду вдаваться в подробности также выставить дефолт и по нулям также выставлю вот в принципе ну как бы это интересная полезная информация тоже можете погуглить далее нажимаем ctrl x и yes мы сохраняем и у нас permission deny черт возьми потому что я забыл указать перед nano sudo и снова повторяем урок ну и давайте теперь сделаем ребут нашей виртуальной машины чтобы убедиться что у нас все сохранено так shade folder и тест все отлично у нас работает все супер я всех поздравляю но последний штрих так выключим нашу машинку и сделаем так значит у нас опишем что у нас значит за snapshot так что у нас там еще мы сделали так это все ну из таких понятных то есть это вот все самый готовый ход для работы это можно сказать дефолт дефолтный в принципе мы здесь все настроили все что нужно в следующих видео мы заберем наш проект из мы создадим SSH ключи подключимся к нашему гитлабу заберем из гитхаба скачаем проект на нашу виртуальную машину потом закомитим изменения ну точнее там немножко изменим сам фреймворк для того чтобы он спускался вот ну какой-то в таком ключе будем дальше работать поэтому спасибо приведите свои мысли в порядок выпейте чай кофе и обязательно возвращайтесь привет сегодня мы будем разбираться с нашими репозиториями скачаем репозиторий из гитхаба положим скачаем его на нашу виртуальную машину затем зальем его на гитлаб но перед этим конечно создадим SSH ключи чтобы подключаться к нашему гитлабу по SSH а не по HTTPS с логином и паролем если вы не делали тесты фреймворк не проходили курс повествования по автоматизации тестирования то можете спокойно я приложу ссылку в описании на гитхаб там вы просто скачаете проект и будете с ними проводить все манипуляции разные настройки вне зависимости от того писали ли вы умеете ли вы писать на пайтоне там тестировать что-то и так далее или не умеете это это абсолютно не важно мы здесь выполняем как бы девопс задач значит вот таким образом выглядит у меня гитхаб репозиторий и нам нужно его скачать чтобы нам его скачать ну во первых мы поднимаем заходим в нашу виртуальную машину нам нужно использовать то есть здесь мы выбираем HTTPS и скачиваем я предлагаю все это делать у нас в нашей папочке shared folder расшаренный чтобы при ну чтобы у нас была возможность вносить какие-то изменения вручную например не через консоль поскольку у нас есть такая возможность почему бы и не воспользоваться и так значит мы пишем git клона давайте вообще проверим есть ли у нас git на нашей системе пишем git а git не существует ну что ж тогда мы помним что мы зашли под админа то есть под администратором и давайте установим git так скачали теперь значит делаем git git клон вроде все готово давайте попробуем склонировать так все у нас склонировано все давайте перейдем посмотрим здесь у нас все есть все то что нам необходимо нам нужно склонировать репозиторий git лава для того чтобы потом туда положить наш проект автомашин кей курс и чтобы потом его запушить обратно но для этого для того чтобы удобно это все делать нам нужно создать ssh ключи поэтому для того чтобы создать мы пишем ssh и вот я не помню команду ну что-то там сген что-то там ну и нажимаем tab пишем смотрим ssh add agent copy id kgen как раз нам нужен kgen давайте проверим есть у нас ssh папочки нет точки ssh поэтому конечно же мы создаем kgen далее выбираем тип как у нас будет кодировки rsa rsa какое там количество размеров выберет пусть он самостоятельно это не так не принципиально важно для меня вот и по-моему все да то здесь мы запрашиваем нас спрашивает значит загенерирован публичный приватный ключ rsa пара ключей куда сохранить можно указать куда сохранить ключи ну и название соответственно то что в скобках это по дефолту и в данном случае меня это устраивает значит директория создана все создано можно создать еще ppassphrase для того чтобы еще больше обезопасить ключ но так как у нас все тестовое это тоже можно пропустить все у нас таким образом создан ключ и теперь что нам необходимо давайте проверим что у нас он создан да вот у нас значит есть idrca idrca pub и нам нужен idrca pub теперь мы заходим на наш проект gitlab и нам нужно открыть наши настройки и ssh ключи и сюда нам нужно добавить наш публичный ключ для того чтобы мы могли взаимодействовать с git без ввода паролей и логина то есть мы просто пушим там клонируем коммитим делаем какие-то изменения и gitlab и наша виртуальная машина знает друг о друге словно мы живем на одной лестничной клетке в одной квартире и вот обменялись ключами для этого что мы делаем вместо того чтобы копировать ключи собственно с виртуальной машиной можно сделать попроще нам нужно именно публичный то есть приватный он как есть вот тут здесь вот без точки без всего мы его не трогаем можно сказать про него забываем он у нас лежит и хорошо его не открываем там никому не показываем не скидываем и так далее все что с пап это в принципе можно показывать и присылать и давайте сделаем cp это то есть мы скопируем наш необходимый нам файл вот я предлагаю его скопировать в наш shared folder для того чтобы удобно его добавить уже к gitlab то есть сначала мы пишем что мы копируем а потом указываем куда мы копируем ну вот таким образом мы скопировали давайте проверим вот у нас ключ копируем его вставляем так ну вроде все нормально так ну вот у меня два ключа как бы все хорошо и теперь нам нужно склонировать этот репозиторий но будем клонировать его через SSH то есть через вот такой адрес но также в папочку shared folder вот у меня тут написано что первое подключение типа аутентификация хоста и оно как бы не establish то есть то есть первый раз новое новое подключение и ну и указано типа мы продолжаем или не продолжаем подключение мы продолжаем тут у нас все проверилось как видите что здесь значит добавлено все в список известных хостов getlab.com и смотрим что у нас есть у нас есть автомейшн курс и devops и sandbox тоже есть так давайте удалим паблик отсюда и удалим тест вот чтобы у нас было почище так все у нас здесь все готово теперь нам необходимо взять отсюда я из devops sandbox я удалю redmi файл все что все что содержится в автомейшн курс я полностью перенесу в мой репозиторий без отдельной папки там автомейшн курс почему потому что у нас как бы наш проект это и есть тест ну это и есть тест фреймворк автоматизации но плюс там еще будут сверху там еще будет файл с ccd то есть это не какой-то отдельный проект и я к нему там что-то это как бы этот проект и есть поэтому нет смысла изолировать это в одной директории автомейшн курс то есть копировать а есть смысл полностью весь все эти файлы вот как-то ну добавить в devops sandbox полностью то есть не одной папкой ну вот все мы скопировали и теперь посмотрим зайдем в devops sandbox и посмотрим внутри git статус что мы видим что мы у нас значит здесь указано что изменен файл readme но в данном случае мы удалили и также не контракт короче все вот эти файлы добавлены но они не учитываются git и для того чтобы чтобы они все учитывались мы добавим git add ну наверное все добавим ну вот мы смотрим мы добавили все зелененьким подсветилось это все наши изменения то есть мы добавили то что readme изменился и все остальное все остальное это вот эти вот новые новые файлы теперь смотрим что дальше мы делаем git commit нам нужно закомитить и будем комитить и пушить в данном случае сразу в мастер ветку ветку main git commit m ну допустим как-то так и теперь мне git говорит так это первый раз он подал пожалуйста скажите кто вы такой и нам нужно глобально для глобальной изменения глобальный конфиг указать вот эти параметры для того чтобы наши коммиты подписывались кем-то ну то есть нами кто мы такие и повторно все вот мы значит за коммитили все хорошо смотрим у нас ничего нет то есть все у нас за комичным и дальше делаем git push origin то есть мы говорим куда в какой репозиторий и в какую ветку и мы говорим что git запуш в репозитории gitlab ну который мы добавляли пояса саж в ветку мы все запушилось и теперь посмотрим обновляем здесь страничку и у нас здесь все добавлено то есть вот все у нас здесь есть и и так далее и тому подобное дальше мы будем устанавливать докер устанавливать gitlab runner работать сиреневым немножко изменим с сам фреймворк и так далее и тому подобное то есть я то есть можно уже сказать все процесс пошел поэтому приведите свои мысли в порядок выпейте чай кофе и обязательно возвращайтесь всем привет сегодня мы сделаем установлен докер запустим контейнере selenium server и затем ну как бы ну это будет наша основная база перед тем как уже работать запускать сами тесты смотрите в первую очередь нам абстрагируемся от всего нам нужно установить докер вот мы я хочу проверить может быть у меня есть докер предустановлен откуда я знаю пишу пишу ну например там просто докер ничего не найдено ну например версия тоже ничего не найдено докера нет окей затем я иду в гугл и смотрю в официальной документации есть информация как мне установить докер и там есть как бы я могу очевидно установить докер просто из яма у ямы есть какой-то набор пакетов докер обычно там скорее должен быть уже в наше время во всех современных этих списках пакетов но лучше всего безопаснее всего качественнее это брать из скачивать из официальных репозиторий в любом как бы тот подход который вообще подход в плане установки каких-то приложений там докера там не знаю инжинкса постгресса mysql и так далее то есть все это должно быть в парадигме в таком построено на принципах инфраструктура азекот то есть инфраструктура как код то есть это позволит нам минимализировать человеческий фактор то есть что это значит я бы например сейчас не рассуждал бы на эту тему а просто бы написал сюда я install докер вот я написал install докер он там проверил да там есть какой-то подман докер там и тому подобное значит и то это не то что нужно это мы бы тут установили потом бы внесли какие-то изменения в конфигурационный файл и так далее а если бы мы внесли это неправильно а потом бы думали что правильно ну как же я не мог ошибиться я это делал много раз это один момент второй момент что если у вас не один сервер а ну 5 ладно там 10 20 30 40 там даже 10 даже 10 серверов одно и то же делать пальцами задолбаешься но это как бы уже никто так не делает можно было бы конечно здесь показать Ansible как работа идет с Ansible поскольку Ansible он решает эту задачу с ним можно на несколько хостов на большое количество хостов разворачивать инфраструктуру но я возьму промежуточное между тем чтобы поработать сделать баш скрипты и чтобы мы руками это не делали то есть я ручные команды буду оборачивать баш скрипты и мы будем эти скрипты запускать это не является продавым решением это не это не является best practice на сегодняшний день в рабочем в работе но так как нам нужно главное не мы не устанавливаем там наша задача сделать CICD наших тестов чтобы они были в контейнере закручивались давали нам отчеты и так далее вот поэтому я значит каким образом у нас выглядит баш чем удобно то что мы расшарили папку то есть здесь у меня есть файлы в папочке скрипт ну вот один из них докер и вот у нас первое начинаем то есть как вообще я это сделал я сначала создал просто файл а потом открыл его в нашей зашаренной папочке удобным образом и работал уже вот с саблайн текстом это намного удобнее как мне кажется если есть такая возможность почему бы не использовать конечно надо уметь работать и с Vim с Nano там и с прочими графическими редакторами редакторами кода в консоли но если у нас есть удобная возможность почему бы не воспользоваться и так значит первое начинаем мы определяем оболочку ну во первых файл расширения SH то есть наш bash shell точнее shell скрипт который будет в оболочке bash далее я использую команду set с флагом E set минус E для того чтобы если у нас на какой-то из строк случается ошибка то скрипт перестанет продолжать свою работу если это не указать то при какой-то ошибке он будет продолжать свою работу это во первых это ну в случае ошибки придется долго ждать пока он там начнет исполняться ты не понимаешь случилась ошибка или нет там ну в общем либо ты напортачил выполнилась какая-то ошибка скрипт не упал пошел дальше он плодил еще кучу всяких гадостей с которыми тебе придется потом разбираться зачем это делать и так далее то есть вот эти команды которые вы видите здесь я просто открыл официальную документацию и взял соответственно сетапного репозитория то есть я добавил в config.yam.config.manager репозиторий докера затем я говорю установи мне вот это вот все я говорю установи вот это все далее есть такое понятие как systemd то есть условно если мы говорим про windows там не знаю macOS тоже когда мы устанавливаем какое-то приложение мы можем нажать типа чтобы оно было в автозагрузке в процессах все время то есть мы комп выключили потом включили оно хоп опять запустилось вот в systemd нам позволит сделать то же самое то есть enable мы говорим когда я включаю сервер и запускаю докер сервис должен быть запущен активен когда мы только устанавливаем все это докер у нас он в выключенном так сказать dead inactive состоянии нам нужно его запустить поэтому мы сначала enable включаем потом делаем старт ну и все давайте попробуем давайте попробуем мы указываем сюда bash говорим давай bash выполнись можно не обязательно с bashем там можно через слэш с точкой использовать install так вроде все нормально и тут упала ошибка мы видим что у нас какая-то проблема он пишет что у нас пакеты подмана требуется там подман там что-то значит получается не так но то устанавливается не это ну то есть то что то что мы хотим установить не может установиться потому что требуется одного требует другое ну в общем короче какая-то проблема я немножко погуглил там и что я значит нашел что я там нашел а вот я нашел тот факт что нужно установить удалить все подмановское из моей вертолки поэтому чтобы это было удобно я вот это все закомментирую быстренько вот эти команды я ставлю я я не буду оставлять ссылки ну вот например на вот эту статью может быть вы столкнетесь тоже с этой проблемой будете писать там а что же делать где-то нашел где-то нашел учитесь гуглить вы берете пишите error install docker yam package podman и давайте все это удалим то есть я опять запускаю этот скрипт ну с той информацией которую я изменил а я понял что я забыл сделать я видите мне кружочки я забыл сохранить sorry вот и видите сколько лишних пакетов то есть у нас там куча-куча-куча разных всяких подманов build dash containers command короче много всего давайте все это удалим так все у нас удалено поэтому вот это мы удаляем я почему не оставляю это в скрипте потому что это раз и больше этого не будет и второй момент что это не постоянно используем используемая то есть мне не нужно каждый раз перед установкой это удалить поэтому я чисто для скорости просто добавил в башскрипт и чтобы я ничего пальцами не напутал и все здесь вы можете видеть что я везде суда пишу можно не писать суда везде я просто делаю как минимум для вас и для понимания просто что мы смотрим понимаем что каждая команда которую я указываю здесь она выполняется из-под супер юзер так-то я мог ничего здесь не указывать и просто выполнять башскрипт под суда и все install docker поехали и вот теперь нормальные пакеты все правильно ошибок никаких не было вот все эти пакеты которые есть мне нужно их установить конечно и мы их устанавливаем так у нас здесь все установилось стимки ctl статус докер сервис все у нас enable active load да значит это у нас систем ctl позволяет работать с сервисами то есть он позволяет посмотреть их статус то есть запущен ли сервис или там он упал может быть какие-то тут логи его написались об ошибке информацию можно посмотреть где у нас этот сервис вообще лежит какой группе он относится какой не группе в смысле там какой у него процесс ID процесса документацию где можно о нем посмотреть там так далее ну вот такие сколько он там памяти есть чтобы посмотреть нам докер я настоятельно рекомендую почитайте посмотрите про докер побольше информации там канал ADVIT или как так ну короче там Денис Астахов супер крутой мощный девопс из Канады вот в Канаде живет он отличные уроки рассказывает все показывает как бы крутой канал недавно 100 тысяч поднял вот молодец ну и рассказывает ну конечно специфически вот ADVIT забыл эту аббревиатуру ну там в общем Астахов Денис что-то в этом роде наверное так значит поизучайте посмотрите про докер про основу и прочее я просто мы здесь смотрим демонстрируем показываем пример как можно на вашем каком-то реальном там учебном проекте что-то развернуть сделать а так это вы все можете сами это достаточно легко ну так база вещь чтобы было понятно если вы еще не посмотрели у нас здесь докер ps это мы смотрим контейнер запущенные контейнеры образ представляет собой это как кубик кубик маги для бульона и вот вы хотите сделать бульон то есть контейнер из кубика в кубике специи приправы все что там должно раствориться какого цвета он должен стать и так далее много всяких туда набитых характеристик вы кидаете в воду запускаете через с помощью на основе образа в воду кидайте кубик бульона маги и получается типа там куриный бульон вот то же самое представляет собой образ это там куча это мы указываем что мы куда копируем вставляем что там будет храниться в этом образе это то же самое как у нас вот лежит то что мы устанавливали то есть образ нашего вот центуса то есть там же у нас все программы всякие установки там пакеты и прочее то же самое контейнер но только ну немножко по другому особенность специфика немножко другая но смысл тот же и вот вы на основе этого образа должны запустить контейнер и нам сейчас нужно запустить контейнер который связан с селением то есть селением если вы не знакомы и не знаете что такое селением по изучайте по гуглите простым языком это у нас тесты юай тесты то есть они должны показываться в браузере и поэтому selenium это наш браузер то есть это веб-драйвер selenium web-драйвер он позволяет нам использовать ну пользоваться и воспроизводить запускать тесты там и так далее и тому подобное давайте попробуем нам нужно его установить скачать как это делается мы существует такая тема но во первых вот он на репозиторий докер selenium есть такая тема как ну это как докер этот докер grid так называемый есть такая тема как докер хаб то есть это как кит хаб только гитхабе код и всякие такие штучки а у нас здесь как бы хаб образов разных разных программ сотни миллионы тысяч там что угодно начинает баз данных заканчивая вот selenium даже есть как бы ну все почти люди вы можете сами зарегистрироваться и добавить свои образы в этот репозиторий в этот хаб мы открываем документацию смотрим то есть документации докер selenium потому что мы понимаем нам нужно поставить selenium мы смотрим что он здесь есть у нас здесь под quick start нам достаточно вот это взять обращаю внимание что здесь указан firefox я использую stand alone chrome и версия у меня там будет 406 по моему вот давайте посмотрим вот у меня этот запуск моего контейнера что я здесь говорю ран это команда как докер ну понятно я говорю докер привет ран я говорю запусти ран это всегда запуск контейнера то есть ну дальше мы будем говорить мы будем создавать сделаем свой маленький докер файл создание свой образ имидж вот это будет чуть попозже и так вот это ран вообще ну ладно не будем сбегать вперед ран говорит запусти мне контейнер и дальше я говорю характеристики контейнера запусти меня контейнер с именем selenium который будет на порту 444444444 что это значит то есть мой контейнер который запустится он будет он откроет порт 444444 и будет принимать ну что теперь запросы на нем но я не смогу него постучаться если не проброшу этот порт на порт моей машины чтобы потому что контейнер то все изолированное но тут я говорю что мы пробиваем дырочку такое окошко из этого контейнера этой коробки и из этой коробки можем там что-то передавать и так вот чтобы было понятно не по всему контейнер лазить а мы знали в каком месте где эта дырка и какого она размера мы конкретно указываем что порт такой-то на порт такой-то то есть в данном случае у меня на моей рабочей машине должен быть открыт этот порт и свободен но в контейнере в контейнере он так и так будет открыт и свободен затем это мы это шерит мэмори шерит мэмори сайс то есть мы я позволяю как мы шерим папочку шерит фолдер также мы здесь шерит мэмори делаем момент запуска контейнер то есть я позволяю там взять использовать 2 гигабайта далее флаг ди он обозначает что это запуск фоновом режиме то есть демон мы указываем название самого образа вот она вот она и указываем тег я всегда рекомендую использовать конечно же версии определенные чтобы это было не просто чтобы это если вы ничего не укажете он использует версию лейтест но мы не знаем стабильно она или нет и будет ли она совместима с тем что вы хотите сделать сейчас есть и ходить сделать готовый какой-то продукт он будет для стабильности определено завязан на каких-то версиях определенных current version вот поэтому я указал такую вы можете указать любую другую где найти но вы также можете посмотреть вот смотрим на там нажимаем там то есть на релизы и смотрим вот тут 471 470 460 то есть много разных релизов все у нас здесь готов все давайте попробуем запустим как запустим но тут уже все просто мы делаем bash install selenium container и сейчас он будет скачивать образ так ну мы все установили и как бы контейнер запустился и надо посмотреть что же там запустилась для этого мы делаем суда докер ps и смотрим вот наш контейнер весь у нас то есть мы видим что у него порт открыт и так далее давайте посмотрим то есть нас пор 4 4 4 4 то есть айпишники на этом порт слушают и а нам нужно наш нам нужно конфиг наш айпишник 192 168 171 если у вас не такой что чего мы упустили и вы возможно еще не погуглили вам нужно будет зайти в settings network и выбрать bridge adapter у вас стоит над а нужно выбрать бридж адаптер это позволит нет можно снатом в принципе там вас будет такая локальная сеть там 10 там что-то просто брич адаптер это мост адаптер брич мост который соединит ваши вайфай соединение ваши рабочие машины с то есть вы как будто бы через свою рабочую тачку идете в интернет но только через виртуалку вот ну в общем вы видите что студент 2 168 171 и заходим и вау у нас поднятый селениум grid и вот он google chrome наш сейчас сессии никаких нет тоже мы ничего не запустили но мы очень даже к этому близки так ну в принципе в на этом как бы все мы сделали уже прямо основа основу подобрались ко всему уже можно пробовать брать написать небольшой докер контейнер дакер файл небольшой для того чтобы сделать докер имидж наш уже личный который будет связан именно с нашим объектом тестирования то есть нашим фреймворком и потом его можно будет использовать еще в контейнере с селениумом в общем это будет интересно но чуть чуть попозже поэтому приводите свои мысли в порядок выпейте чай кофе и обязательно возвращайтесь привет сегодня будем работать с нашим репозиторием возьмем наш проект попробую сделать из него образ то есть попробуем сделать так чтобы наши тесты прогнались в контейнере докера первое что нам нужно сделать это нам нужно написать докер файл потому что в принципе все остальное для этого у нас готово но давайте проверим что у нас есть контейнер запущенный с селениумом как вы видите у нас здесь такого не нету значит посмотрим через имиджи стоишь у нас есть образ селениума помните мы делали шерид фолдер скрипт и мы делали запуск контейнер то есть install селениум контейнер вот если через мы увидим что здесь у нас докерран и запускается контейнер нам нужно его запустить и мы делаем ваш стал телением и возникает ошибка у нас какая-то ошибка потому что контейнер селениум already ага вот смотрите казалось бы у нас здесь мы пишем у нас ничего нет но если мы используем флаг и то у нас будет видно что контейнер у нас существует но он вышел с ошибкой то есть его статус с ошибкой что же делает флаг и показать все контейнер то есть которые и упали и которые находятся в активные в рабочем состоянии здесь контейнер упавшие у нас селени упал ну я не знаю что происходил то есть у меня естественно была выключена виртуальная машина сейчас включил контейнер упал и он мне не перезапустился и тут я понял что самое главное но одно из важных вещей которые нам нужно добавить и в правило наше тоже то есть правило в запуск нашего контейнера это необходимость запуска необходимость рестарта и тогда давайте здесь укажем always rest always для того чтобы у нас restart всегда происходил то есть контейнер упал что-то случилось и он пытается все время произвести restart и как я говорил давайте вообще убьем полностью процесс сделаем докер как еще можно допустим у нас много контейнеров мы же видим что у нас контейнер вот таким образом появляется правильно правильно конечно мы можем сделать сюда докер стоп точнее уже здесь остановленный суда докер р.м. селениум то есть римов селениум ну а если у нас много контейнеров и нам нужно много их удалить как можно поступить мы можем писать докер и здесь через доллар мы как бы объявляем что суда докер р.м. но сначала у нас будет сначала у нас будет стоп потому что мы хотим остановить все контейнеры и потом должны понять к чему применить этот стоп и вот после доллара в скобках у нас будет команда опять которая будет нам предоставлять не ну которая будет нам передавать айдишник нашего контейнера а если еще изменить немножко команду и образа который нам позволит производить с ним какие-то манипуляции то есть останавливать или удалять то есть вот в этих скобках там где у нас написано доллар суда докер значит ps 8 coun 것이 кстати что такое кью почему я ее указал и не говорил об этом ранее ну вот например смотрим сюда докер пэ núis у нас получается То есть all У нас есть все данные этого контейнера А если мы укажем FlatQ, то у нас будет только Вот этот айдишник, то есть контейнер айди И контейнер айди Собственно, вот этот же Если бы у нас было много контейнеров, мы этой командой говорим Что останови все Контейнеры, все контейнеры Айдишники которых Вот мы предоставляем Вот этой вот командой Сейчас я сделаю стоп Ничего не произойдет А, ну даже нет, у нас был стоп Ну да, можно стоп применять даже к контейнеру Который уже остановлен Это ошибки не вызывает, то есть у нас будет выход Из команды без ошибки И теперь я заменяю Вот здесь вот просто rm И у нас опять rm Сейчас я введу команду и будет написано Что такого контейнера нет Требуется один аргумент, а так как мы сейчас Если сделаем судодокер То у нас будет пусто, потому что Нет контейнеров Такую же манипуляцию можно произвести с образом Но так как я не хочу его скачивать снова 1 гигабайт Я просто скажу о том, что команда rmi Скажет нам о том, чтобы Remove images То есть я вот так выполню И здесь необходимо указать образ Чтобы определить образ Его айдишник Таким же образом можно сделать сюда Docker images Q Будет его айдишник Итак, у нас здесь все готово Давайте еще раз запустим Наш пашскрипт Который установит нам Selenium Driver Все он установил Ну давайте все-таки проверим Теперь уже без флага A У нас будет контейнер И мы видим, что Сознан 13 секунд назад Вспомним, какой у нас айпишник У нас 192, 168, 170 И заходим И вот у нас все Прекрасно встало Все у нас значит есть Отлично Это работает Так С этим разобрались И теперь Теперь нам нужно сделать Создать Docker файл Для нашего проекта Я предлагаю сразу Проводить Создавать файлы Проводить работы У нас есть отличный Замечательный Репозиторий Который Хранит наш Automation Queer Курс Это DevOps Sandbox И давайте перейдем В DevOps Sandbox И посмотрим Значит у нас ConfTest Data Генератор Локатор И так далее Все что нам нужно В данный момент И теперь для того Чтобы мы Смогли Создать наш образ Давайте сделаем Nano Docker File Он так и будет Называться Docker File Именно так как Это указано То есть Теперь можно Писать Наш Docker File Docker Любой Docker File Он начинается С базового Образа То есть условно Наше Все что у нас Здесь происходит Все что у нас Будет здесь происходить На этом проекте Оно должно быть На основе Какой-то Операционной системы То есть Ну чаще всего Это Linux И нам Линус В принципе Подходит Для того Чтобы прогнать Автотесты Нам Достаточно Использовать Базовый образ То есть Какой образ То о чем мы говорили На прошлом видео У нас есть Docker Hub Вот он Нам нужно Необходимо Указать В Docker Файле Я возьму Версию Python 3.9 Ну вот Значит Наш Образ Базовый Этот базовый Образ Много всего Сложного Ну в принципе Если разобрать По каждой По одной Поддельной строчке Ничего сложного Здесь нет Вот Но в данном Случае Нам даваться В эти подробности Не обязательно Нам нужно Просто знать Что этот базовый Образ Мы будем Использовать В своей Работе То есть Что Нам Нас интересует 3.9 Версия Ну пусть Будет То есть Каждая из этих Версий Они отличаются Немножко Своей внутрянкой Своим размером Который будет Установлен И вам Надо подобрать Посмотреть Что вам Будет Как бы Удобнее Лучше Там и так далее Я возьму Вот этот Например 3.9 Слим А так Нам нужно Здесь Значит Файл Давайте Я Давайте Создам Здесь Файлы Для удобства Для удобства Будем Сразу Использовать Sublime Тег В первую очередь From Python И указываем Tag То есть Мы Нам нужен Python А вот Видите Simple Тег Нам нужно Указывать Через 2 Двоеточие То есть Python Двоеточие Слим Нам нужна Наша рабочая папка В которой будет Сразу находиться Наш проект То есть Когда мы Запускаем Вот смотрите Что здесь происходит У нас в образе У нас же есть уже Контейнер Давайте я сейчас В него залезу И мы посмотрим Что же там происходит То есть там же Внутри Мини операционная Системка Наша Линуксовая Итак У нас Контейнер Называется Selenium Мы делаем Docker Exec То есть Execute Интерактивно Execute Selenium И Команда У нас будет Bash И мы видим Что мы Зашли То есть Что я сделал Здесь Docker Выполни команду Интерактивно Selenium Bash И когда мы Bash Выполняем Мы попадаем Как бы в оболочку Можем посмотреть Мы находимся Во первых В корневом каталоге У нас Пользователь Называется Seluser Его У него Ну это Соответственно Наш хост Нашего Docker Контейнера Его ID То есть Контейнер ID И он Соответствует Хосту И так же У него Все папки Я хочу Сейчас Сделать Образ Таким Образом Чтобы у нас Была здесь Папочка App То есть Application Наше приложение В которое мы Когда будем Запускать В этой папочке Будет храниться Наш проект А не В системной Рыковской Директории Чтобы выйти Можно нажать Ctrl D Итак Далее я делаю Work Tier То есть Определяю Рабочую Директорию Затем Нам Нужно Скопировать То есть Наш Docker Файл Лежит В корне Лежит В директории С нашим Проектом И для того Чтобы скопировать То есть Для того Чтобы скопировать Наши файлы Из нашего Проекта В контейнер В директорию Где должен Храниться Наш проект Я использую Во-первых Точку И точку Это значит Что По сути Свои эти точки Это обозначает Авто Квей Точнее У нас нет У нас же здесь Девопс Сэндбокс Девопс Сэндбокс Сэндбокс Это наша Директория Сейчас И я Как бы Отсюда Из этой Директории Копирую Все 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 В директорию Аппликейшн Директория Аппликейшн То есть Вот эти две точки И это именно потому Что я Мой докер файл Находится В директории Сэндбокс И теперь Все что Находится В директории Сэндбокс Благодаря Точечке То есть Скопируй Содержимое Скопируй Корневую папку Скопируй Корневую директорию Содержимое Корневой директорией То есть Ну вы Опять В Корневую директорию контейнера, а мы ее определили как application и мы это проверим как бы чуть позже затем у нас есть в нашем репозитории requirements, то есть это необходимые файлы requirements которые необходимы для нашего проекта и для того, чтобы их все установить мы же устанавливаем мы же когда заходим, создаем проект у нас есть файл requirements мы его создаем спускаем и так далее и тому подобное и так у нас здесь pip install r, то есть рекурсионно requirements тексты, давайте проверим так он пишется или не так все нормально, все правильно на этом шаге у нас в образе все вот эти зависимости все что нам необходимо установится и затем нам нужна команда с которой контейнер у нас запустится и команда у нас нам же нужно запустить тесты вот поэтому давайте посмотрим вот мы хотим запустить тесты я там я там делаю точнее у нас как там пайтест пайтест тест у нас по-моему tests называется да, папочка tests просто ее запустим не знаю что будет ну ладно, конечно знаю но в любом случае надо попробовать попробовать посмотреть что же произойдет давайте для того чтобы нам запустить контейнер нам необходимо ну мы попали в эту папку окей и теперь мы выполняем сюда докер билд то есть мы билд делаем но кэш сделаем не будем не будем сохранить наш кэш и точка точка потому что у нас докер файл находится в корневой совсем забыл указать т т т т то есть позволит там т т сделать имя что у вас будет за имя у нас будет имя tests итак нам остается только запустить поехали sudo пароль и все у нас начинается скачиваться образ образ python slim далее у нас будут выполняться наши установки то есть python requirements install то что мы указали и ну в смысле pip3 install и затем как бы начнутся выполняться тесты вот видите у нас здесь run pip3 install requirements все пошли установки наших зависимостей то есть все как надо идет и мы ничего при этом не делаем не трогаем там не подышках и так далее и тому подобное замечательно значит проходит какой-то процесс всех этих установок предупреждение что запуск пипа как рута нежелателен и вот у нас создан образ то есть как видим здесь я так у образа не указывал указал только его имя и поэтому у нас здесь написан тест latest то есть тест последней версии но в данном случае нам это не критично можно пользоваться и таким образом можно этим образом пользоваться таким образом и так суда докер имиджес и мы увидим что у нас есть три образа почему три потому что нас базовый python сли и тест python slim в принципе можно удалить но так как мы скорее всего будем перри перри создавать наши образы давайте оставим и так чтобы запустить контейнер что нам здесь необходимо на самом деле я могу предположить что скорее всего у нас все упадет то есть давайте попробуем сделаем почему пойдет сразу скажу потому что тот сервер который мы используем для того чтобы запускать наши тесты мы нигде не указали мы используем как бы хром драйвер через google chrome и тесты как бы так у нас здесь нет ни в угла ничего они не должны принципе запустить и мы это сейчас проверим тест то есть контейнер будет тоже называться тест порт не будем указывать я не знаю мне как бы все ну то есть мы же ничего не указывали каких портов пока что порт не указываем restart always тоже не будем указывать как упадет так упадет это должно быть фоновом режиме поэтому указан флаг d и образ который мы используем этот тест latest и так мы видим что у нас контейнер создался давайте посмотрим на его состояние так что мы видим мы видим что наш контейнер поднялся и упал можно ли как-то посмотреть что внутри этого контейнер давайте попробуем это делается с помощью докер локс или лог локс правильно все локс то есть логи контейнера какого и мы говорим контейнер тест ошибка заключается в том что файл или директория не было найдены хорошо они не были найдены нам надо понять что же там вообще происходит внутри директории и какую директорию нам нужно указывать запустим наш сначала мы удалим наш тест и теперь мы в качестве дебага мы хотим посмотреть что там в итоге происходит и какой файл нам файл какой путь нам нужно указать и поэтому пишем докер ран рм указан то есть remove это значит что мы сначала мы создаем контейнер залазим в него на тест latest залазим в этот контейнер в оболочку баша если там такая есть и может быть сейчас не запустится будем просто использовать shell оболочку обычную и после того как мы сделаем какие-то манипуляции и выйдем из этого контейнер он автоматически удалится отлично нам получилось зайти смотрим что же внутри внутри у нас наши директории посмотрим например я возьму так вот напишу как у меня было написано то есть я вызывал python тест нет такой директории нет такого файла потому что я указал неверно я указал корневой директории тест то есть это тоже то есть у нас вот слэш об саша плите шин то что значит что мы в слышать то есть корневой директории у нас где-то здесь есть application и вот он есть но теста самого нет потому что тест у нас указан в самой папки а если я возьму как я сделал ls если я возьму сделаю вот так вот тест точнее это же вот так просто тест наоборот то есть поменяя слэш местами это значит мы тогда увидим уже другие тесты давайте тогда я выхожу мы видите у нас здесь сделаны exit вышли через control d из этого контейнера и посмотрим если у нас здесь контейнеры контейнеров нет хотя мы только что запустили его потому что благодаря флагу римов мы его все это вместе благодаря этому параметру мы все удаляем и давайте здесь исправим вот с этого на вот следующий на таким образом таким образом попробую запустить но тут нам нужно пересобрать образ поэтому мы нажимаем control r то есть search нашей команды и пишем сюда докер build чтобы не переписывать все опять заново и нажимаем enter у нас снова сейчас начнется все скачивание но как бы это нам необходимо для того чтобы пересобрать образ так ждем 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 все у нас образ опять создался опять давайте сделаем не рм а просто просто мы сделаем докер рамным тест на лейтус то есть как у нас здесь есть поехали как бы запустился давайте посмотрим запущен и он работает давайте посмотрим что же внутри как мы делали докер локс то есть нам же что-то происходит докер локс тест смотрим что у нас проходят тесты и как мы видим все с ошибкой и я то есть все с error все сырора ошибкой и вот оно большое количество от этих ошибок то что происходит мы как раз можно посмотреть все наши тесты они все все 46 вординг все 46 error ни одна из них не запустилась потому что конечно ей не с чем работать и она не может ни на что каким образом можно запуститься не как давайте сделаем через лес и посмотрим что у нас есть контент тест ошибка самая первая установка значит это веб драйвер хром драйвер то есть невозможность у нас невозможно его поставить все что то есть драйвер exception то есть все эти ошибки связаны с нашим драйвером все неверно все неправильно и это нам говорит о том что нам нужно изменить немножко подход не просто же так мы создали этот сиреним сиреним сервер давайте заранее чтобы вот у нас как раз все упало но вообще он должен удаляться поскольку он про прошел и удалился по идее так и должно быть нам не нужно эти запу запущенные контейнеры но в итоге у нас он сейчас запущен осталось оказывается поэтому мы точнее он остановился уже но он существует системе нам это не нужно вот поэтому оставляем только сиреним пока что это достаточно и теперь нам нужно исправить кое-что в нашем фреймворке то есть немножко изменить его подогнать под реалии автозапуск нам нужно только кон в тест файл то есть кон в тест . по открываем если вы не знакомы с пайтом с программированием с автоматизации тестирования юай это неважно потому что все достаточно просто и легко находится в интернете мы можем до него достучаться зайдя на наш хост наш айпишник который может посмотреть через и в и в конфиг и мы можем значит получать информацию из этого хвоста то есть нам нужно обращаться на этот хвост вот здесь вот хранится этот хром можно только сюда обратиться чтобы все это получить запустить а у нас здесь что мы тут берем какой-то драйвер то есть скачиваем себе как бы на машину мы не можем это сделать по определению просто потому что у нас нет ни гуи ничего и так что нам здесь необходимо изменить давайте просто посмотрим и вот смотрим что у нас здесь есть но это первое то есть просто how to use selenium grid python на же selenium grid selenium grid как использовать вот мы открываем там первый попавшийся ссылку немножко листа и мы получаем что у нас вот очень удобная на вещь то есть веб драйвер remote common executor то есть мы говорим который исполнитель команд кто это будет это будет наш вот этот вот хост ну и и дальше что у нас здесь brother name chrome design capabilities вот ну давайте тогда сделаем значит вот эту часть нам можно удалить у нас будет веб драйвер remote давайте так вот скопируем скопируем так здесь у нас будет 192 168 171 вообще это плохо так вот прямо указывать это все дело дальнейшем мы попробуем избавиться но и принципе избавимся от прямого указания в наш конфиг нас будет все переменных так ну и мы давайте добавим и заряд каппабилитис здесь нам не нужно получается веб драйвер менеджер веб драйвер менеджер нам не нужен и теперь давайте перезапустим наш перебилдим наш образ чтобы наши нынешние изменения вступили в силу мы пересобрали образ и давайте попробуем запустим тест снова возможно что-то пойдет не так а возможно наоборот все будет прекрасно так 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 что нам нужно сделать нам нужно заранее тесты и поехали сюда докер ps он запущен он не упал он работает давайте посмотрим налоги так тест собрались не очень упал логи подробные но у нас же есть веб драйвер я забыл совсем точно у нас вот сессия смотрите пошли 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 процессы если вы хотите посмотреть пароль пароль он называется секрет или секрет 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 о смотрите у нас есть веб драйвер то есть все как бы запустилась и видно соответственно сами то есть можно даже кликать можно что-то делать в этом драйвере в этом браузере вот закрыл браузер у меня все пропало по идее сессия должна закрыться поменяться в общем идет какой-то процесс работает главное что у нас есть какой-то запустил тест и запускается этого нам абсолютно достаточно давайте я немножко изменю в следующем вид образ я точно знаю точно знаю какие у меня были тесты какие у меня выполнялись сто процентов это тесты на по моему тесты на алертинг они вот у меня срабатывали сразу давайте я попробую то есть я хочу посмотреть тесты которые ну про пройдут сработают тесты alert frame work в данный момент я сейчас запущу тесты все вот именно из этого файла alert только . пай правильно . пай так хорошо теперь теперь я сейчас удалю остановлю контейнер удалю его пересоберу образ так образно собрали осталось на запустить сам контейнер еще раз запускаем контейнер работает 9 элементов у нас во время теста то есть все правильно запустил столько alert хочу убедиться я просто взял закрыл браузер как бы вмешался в работу возможно я испортил в этом смысле процесс тестирования я не знаю точно стоит ли оставлять визуал или убрать его чтобы и это если проходили без визуала не знаю надо протестировать этот момент поэтому значит я сначала удаляю здесь хочу остановить остановлю контейнер селениумом потом снова запущу он сейчас нет никакого подключения ошибки теперь контейнеры запустился все окей сессии никаких нет теперь я беру ран все также оставляю единственное что я укажу флаг иран для того чтобы он потом удалился после того как выполнится посмотрю контейнер тест вроде все что-то работает секрет увидите он закрывать потому что тест проходит сессия закрывается тест начинается заново опять надо заново вводить если у вас как бы ну видите тут что-то происходит делает я как бы здесь руками ничего не трогаю в принципе для того чтобы право сделать уже ся и сиди и попробовать посмотреть что же в итоге получается нас все есть для этого у нас там есть алюр то есть я могу сейчас сделать алюр отчет потом отсюда его там из контейнера забрать использовать но самое главное с чего хочу дальше продолжить это мы возьмем наш контейнер следующем в следующих видео мы сделаем поднимем get lab runner который позволит нам запускать наши контейнеры из сей нетла из get lab сей и мы будем там их разворачивать поднимать потом они будут удаляться и так далее и тому подобное будем смотреть за этим процессом потом дальше немножко пойдем и разобьем наш поработаем с докером таким образом добавим туда алюр у нас получится еще и генерировать генерировать и сохранить отчет вот поэтому я думаю это мы остановимся и я думаю на этом остановимся и дальше продолжим уже более детально загрузим изменения в гид посмотрим от чего нам стоит избавиться от чего что нам стоит оставить я имею ввиду стоит ли нам оставлять отображение визуала или нам стоит его убрать и вместе с этим повысить продуктивность и проходимость тестов я могу сразу сказать что тесты у меня написаны не все так что они будут проходить то есть мне будут падать ошибки и это хорошо в том смысле что мы посмотрим не на идеальный вариант но и на него посмотрим тоже имеется ввиду как будет реагировать и выглядеть гитлаб ся и когда тесты пройдут сто процентов и когда они пройдут не сто процентов приведите свои мысли в порядок выпить и чай кофе и обязательно возвращайтесь привет сегодня будем выполнять настройку нашего гитлаб раннера задача принципе простая поскольку у нас есть все инструкции для этого и у нас в принципе все готово но она очень важная поскольку гитлаб раннер позволит нам запускать наши скрипты тесты создание контейнеров и так далее из гитлаб ся и переходим на гитлаб ся и наш проект вот мы в нашем проекте находимся что нам для этого необходимость в принципе все просто выбираем настройки выбираемся и сиди и здесь у нас есть такая вкладка как раннеры это как раз таки наши наш раннер который мы можем использовать и зарегистрировать этот токен который вы видите в данном случае я его конечно же после урока заменю но для того чтобы было наглядно понятно я продемонстрирую работу вместе с ним как можете видеть справа есть шерит раннер с это те раннера которые можно использовать но в данном случае мы сделаем свой поэтому при желании вы можете эти изучить работу с уже готовыми раннерами если вам это потребуется если вам это интересно и для того чтобы установить раннер на нашу виртуальную машину мы открываем инструкцию в которой все предельно ясно то есть шоу раннер installation instruction мы видим что есть у нас несколько видов окружения environment чтобы установить инструкции как на линукс установить как на macos windows докер и кубернетис но для докера кубернетиса у нас есть отдельная инструкция точнее ссылка которая ведет нас на отдельную инструкцию то есть как запустить git lab runner в контейнере так как мы уже запускали в контейнере через докер не один контейнер я думаю вы можете с этим справиться если вам интересно сделать его запустить в контейнер и в принципе это было бы вверх то есть держать раннер на отдельном контейнере либо например на там отдельном сервере Но я хочу продемонстрировать то, как можно это сделать на своей виртуальной машине Чтобы лишний раз расширить свой кругозор Нажимаем Show Instruction И оставимся на Linux И смотрим, вот отличная команда, которая нам позволит все это установить и сделать Первая часть кода позволяет нам скачать и установить раннер Создать пользователя с нужными правами и так далее И последняя команда позволит зарегистрировать раннер вместе с нашим токеном Для того, чтобы раннер понял, что это мы и относимся к этому проекту и так далее и тому подобное Но в вашем случае самим раннером, самим email token лучше не светить В директории скрипт создадим еще один файл Пусть он будет называться Install GitLab Runner Теперь можно переходить к нашему файлу Открываем наш файл, прописываем оболочку, setE И здесь копируем информацию из нашей инструкции Переменную RegistrationToken, которая здесь указана как переменная Мы заменяем на наш токен В принципе уже все готово и можно запускать Но есть вероятность, что на возможно здесь у нас возникнет ошибка Из-за того, что у нас в переменной окружении pass не будет добавлена соответствующая директория Но мы это исправим Давайте попробуем Install GitLab Runner Запускаем, вводим пароль отсюда и ждем В данном случае он здесь, как видите, командой curl у нас скачивается файл Затем у нас меняется право на директорию И затем мы добавляем пользователей GitLab Runner Shell у нас bash будет Home GitLab Runner Далее устанавливаем сам GitLab Runner Здесь у него будет указана рабочая директория Указываем юзера и стартуем И затем, после того, как мы его скартовали Запустили наш GitLab Runner Мы регистрируем его и он подтянется в наш проект Вот видите, GitLab Command Not Found Не найдем Давайте попробуем эту проблему исправить Ну, недолго гугли Мы находим ответ Который нам рассказывает о том, что у человека возникла такая же проблема И решение следующее То есть у нас в Sudoers файле есть Default Secure Path И вот там не хватает User Local Bin Поскольку мы все это устанавливаем User Local Bin GitLab Runner Мы не можем Так как этой директории не прописано в пасс GitLab Runner не ищется То есть нам напрямую нужно прописывать User Local Bin GitLab Path Для того, чтобы это было из пасс окружения Нам нужно его туда добавить Вот, давайте это сделаем То есть Nano Точнее, суть Nano Sudo Nano Sudoers И можно нажать Ctrl W Откроется Search И затем мы пишем Default Specification Опять нажимаем Ctrl W Enter Еще раз Enter Так, ну это видим, что Defaults много будет Давайте Default Secure Path Так, давайте попробуем Default Secure Path И вот, да, действительно мы видим, что As Bin, Bin, Use As Bin, User As Bin А User Local Bin нету Ну, либо другой вариант Можно так не делать А просто в инструкции Изменить место, куда сохранится Ваша территория Ну, ваша Ваш GitLab Runner Но, опять-таки, чтобы попробовать Посмотреть, что и как бывает Мы воспользуемся данной помощью Так, слоша закрывающего нету User Local Bin User Local Bin Ну да, все правильно Я откатил изменения назад За кадром Вот, но вы можете Закомментировать Вот это все Поскольку у нас уже все это готово И запустить Три последней строчки Ну, в будущем понятно, что Если у вас, например, все отвалится И вы заново захотите сделать То перед этим Перед тем, как запускать Вы добавьте в Secure Path Вот этот путь User Local Bin И запускайте Без проблем Sudo Pash Install GetLab Runner Поехали Ну, вот мы видим сообщение А вот, кстати, ворнинг о том, что регистр Эта команда уже Deprecated Устарела Призвано устаревшей И Нужно использовать Заменить ее на Deploy Но в инструкции у них так не написано Это какой-то У них случился баг, очевидно Не заметили Здесь можно написать Instance GitLab Instance URL Я ничего не Я оставляю это поле пустым Оставлю Enter Вот указанный нами Регистрационный Registration Token Оставляю без изменений Да Сэндбокс Так и будет называться Runner Теги никакие Я указывать не буду В данном случае Также все оставляем Здесь нужно выбрать Ваш Executor То есть Исполнитель Что это будет Кто будет исполнять Я Предлагаю Использовать Shell То есть У нас GitLab Runner За основу Будет Своей основой Будет использовать Shell Executor Как мы видим Runner Зарегистрирован Успешно Конфигурации С Токен Аутентификации Будет Был сохранен Вот по такому Адресу В смысле По такому пути Все у нас Как бы все готово И давайте посмотрим Все ли готово То есть Мы заходим на нашу Lab страничку И ее перезагружаем И мы видим Вот у нас доступный Специфический Ну так увидим А перевод Runner Вот он у нас есть Можно в него Окунуться И посмотреть Что там В нем Происходит Так На этом Мы как бы Сделали все Делали дело Теперь нам Необходим Помните Мы делали Какие-то изменения В конф-тесте Какие-то изменения Вносили Вот это меняли Докер файл Создали И для того Чтобы это Все здесь появилось Мы должны Наши изменения Закоммитить И запушить Соответственно Переходим В наш Репозиторий DevOps Смотрим Git статус Его И видим Что у нас Конф-тест Изменен И добавлен Файл Докер файл Теперь все Это у нас Есть И надо Это закоммитить Ну и сделаем Сообщение Конф-тест Пайл Коммит Коммиты Ушли И теперь Делаем Пуш Куда В origin Репозиторий Куда В ветку Мейн Все Готово Теперь Обновим Здесь страничку Посмотрим Произошло Лет Или нет Да Мы видим Докер файл Конф-тест Пайтон Потому что Тут необходимо Учитывать Много Тут необходимо Учитывать Отступы Давайте посмотрим Что здесь у нас Есть Ну что-нибудь Простое Что-нибудь Простое Что у нас Может быть Давайте Просто так Назовем Мы сделаем Stage То есть Это шаг Какой шаг Пусть у нас Будет тест Наша Джаба Джаб Будет тоже Называться Тест Далее идет Отступ И мы Говорим Что это Джаба Будет Принадлежать Шагу Тест Делаем тогда Тест Ран Чтобы было Немножко Попонятнее Более Разделение Значит Stage Тест У нас Шаг Джаба Тест Ран Затем Тут В этом Вроде Все нормально Все готово Далее Делаем Скрипт Пишем Я рекомендую Изучить Посмотреть Документацию На гитлабе По тому Как писать Пайплайны Это очень Просто Какой у нас Один из первых Скриптов Что нам нужно Сделать Смотрите В данном Случае Когда мы Вот это Все запускаем Мы как будто Мы находимся В нашей Корневой Директории Как будто Вы Зашли Вот в эту Директорию Со всеми Вот этими Директориями Файлами И там Производите Команды Именно На этой Виртуальной Машине Там Где у нас В данном Случае Находится Гитлаб Раннер И что же Нам сделать Первое Что нам Необходимо Это Необходимо Сделать Создать Образ Соответственно Тест Пусть Вот эти Тесты У нас Как раз И запускаются Создаем Образ Для этого Нам понадобится Докер Сюда Мы здесь Уже Не Вызываем Докер Образ Будет Также у нас Называться Тест Пусть будет Чтобы попонятно Image Тест То есть Это Сам Образ Теста Там Где Тесты Будут Проходить Затем Выбираем No Cache Так Что-то Может быть Здесь Упускаю Еще Значит Тест No Cache Ну Давайте Пока Все После Того Как Мы Запустили После Того Как Мы Создали Образ Теперь Мы Можем Запустить Контейнер Для Этого Мы Используем Docker Run Name Test Docker Run Затем Имя Нашего Контейнера Это будет Имя Test Затем Image Test Ну Соответственно Образ На котором Все это Будет Строиться Так Перезапускать Нам Не надо Если Он Сломается Selenium У нас Работает Давайте Проверим Так Все У нас Работает Запущено Здесь Тоже Должно Все Сработать А Ну Можно Указать Еще RM Чтобы Он Сам Удалялся После Того Как Выполнился И Давайте Сделаем When Manual Данная Конструкция Данный Параметр Нам Он Говорит GitLab Runner Что Эту Джабу Мы Запускаем Вручную То есть Мы Должны Сами Кликнуть На Play Run Чтобы Он Запустился Ну Для Для Того Чтобы Все Автоматически Не Запускался У Нас Было Время Открыть Посмотреть Что Происходит Как Происходит Вроде Вы Затем Все Закончили И Давайте Законим Если Вы Неправильно Пишите Ваш Пайплайн То Скорее Всего GitLab CI Linter Он Подскажет И укажет На Проблему Которая Происходит И Просто Все Дело Было В том Что У меня Было Указано Неверный Синтексис То Здесь Нужно Было Указать Stage С То Есть Множественное Число Ну И там Идет Перечисление И тут Указываем Stage Попробуем Запустить Самостоятельно И Вот У нас Здесь Есть Наш Раннер И Выбираем Play И Опять Переходим В него Внутрь И Смотрим Что Здесь Происходит Какая Будет Информация Я подозреваю Что Сейчас Все Упадет Да То есть Смотрите Я забыл Указать Слово Build Да Вы Наверное Заметили И Поняли Что Внимательность Оказалась Не на моей Стороне Ну В этом Случа Ничего Страшного Не Произошло Мы Сейчас Это Все Быстренько Поправим Изменили Закоммитили Переходим Сборочным Линиям Вот Пропущено Но Она Как бы Не пропущена Она Просто Не запущена Вот И Нажимаем То есть У нас Здесь Джоба Наша Выполняется Сборочной Линии Можем Владелец Владелец Рут И Запускать Писать Или Читать Может Только Владелец Группы Или Рута Давайте Здесь Добавим Командой Командой То Не 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 Заново Сделать Коммит Иначе Запуск Теста Будет С Прошлыми Изменениями Старым Коммитом Как вы Видите У нас Запускается Build То есть У нас Скачивается Образ То есть То что Мы В принципе С вами Делали На На Прошлом Видео На Прошлых Видео Когда Все Это Скачивали Устанавливали Запускали И Теперь Это Происходит Все У нас В GitLab Я Думаю Что Это Выглядит Все Достаточно Просто И Оно Так И Есть Вот Смотрите Мы Создали У нас Создался Все Загрузилось Скачался Образ Теперь PIP Install Устанавливает Наши Requirements Для наших Тестов Если Хорошо Заморочиться Можно От Requirements Их Почистить Чтобы Максимально Только Нужные Библиотеки Находились Там Так Давайте Посмотрим В чем Проблема Такие Мелочи Заставляют Нас Обращать Внимание На Важные Важные Моменты Важную Информацию И Это Позволяет Нам Улучшать Свои Навыки И Прокачиваться Мы Уже Больше Встречая Подобные Ошибки Мы Тут же По щелчку Понимаем Как их Решить И Проблем Не Возникнет Вот Мы Видим У нас Начался Процесс также как мы запускаем когда тесты там по чарме например или где-то в дешке у нас или в консоли нас вот появляется наш тест сессии вот эти вот точечки они тут обозначают само прохождение тест то есть можно сейчас посмотреть что тест происходит вот два теста прошло сессии видите появилась у нас можно зайти наш браузер куча рекламы но тестирование идет не будем мешать эти уже время много один тест с ошибкой вот error появился на так я вижу что у нас тест подвис давайте знаете что я сделаю попробуем для того чтобы в будущем мы будем сейчас в следующих видео дорабатывать наш образ наш pipeline запускать часто тесты для того чтобы они быстрее проходили я сейчас в репозитории напишу чтобы у нас было на headless mode для того чтобы у нас не было отображения никакого теста будут проходить ну а дальше с вами уже разберемся добавим включим не включим может дальше уже пойдет по соответственно вашему желанию как вы захотите реализовать данный процесс в данном случае я думаю что в принципе знаете не буду пусть pipeline упадет с ошибкой я возьму сейчас и контейнер просто остановлю и после красостановки до такого контейнера нет и смотрим вот у нас упали тесты давайте обновим какая-то подробно никакой информации нет просто нас упало все и очистилась и давайте быстро исправим момент так кроме наш контест и давайте добавим сюда вот этот maximize window давайте закомментирую пока что и сюда добавим options и общем аргумент headless и обновим вот видите какая ошибочка я понял что я забыл мне надо сначала сделать гиппул да ну и теперь конечно заспути это скомментированы смёрдженная но я пока оставим это нас открылся вим как выйти из вим я не скажу вам нужно это самостоятельно узнать я думаю уже многие знают так пол у нас есть все давайте теперь сделаем ушел режим мэйн ну то есть я сделал какие-то изменения в гитлабе но у меня в репозитории этих изменений нет и мне нужно было сделать гиппул чтобы я взял изменение китлаба и потом свои новые изменения с этими старыми изменениями я запушил китлаб а так как я не получил тех изменений пытаясь кушать в старое из-за этих из-за этого происходит конфликт и мне как бы не разрешается вот то есть я могу перетереть если бы такого не было я бы наверное перетер бы в этой ветке в этой ветке мэйн какую-то информацию которую сделал до этого то есть получается не совсем корректно гид вообще это конечно очень интересная в некотором смысле сложная для понимания штуковина но она достаточно полезна и важна если вы это изучите досконально и будете понимать что за черепик что за ребейс мердж и прочие вот эти вещи это вам поможет очень и очень сильно так я думаю что стоит наверное я прям здесь наверное подредактирую стоит наверное убрать еще на всякий случай чтобы у нас не было проблем со всем что связано с физуалом то есть это скриншоты аллюры но этого в принципе должно быть достаточно закомичу так сессии что у нас может быть у нас как у нас встала сессия я думаю что нам стоит перезагрузить наш контейнер с селениумом и вот вы можете тоже обратить внимание на такие вещи вот например у нас завис контейнер с селениумом это значит что ну возникла понятно какая то проблема и нам приходится вручную рестарт может быть вы сможете найти какие то пути решения которые девопс решения инфраструктурные такие которые позволят например избежать таких даунтаймов чтобы наш контейнер не стоял на месте условно а что то с ним произошло мы это поняли и перезагрузили это достаточно такие тонкие вещи в том плане что это необходимо делать практическим путем ну либо опытным путем если у вас много опыта и вы для своих задач постепенно работаете соответственно над этим то есть решайте задачи по мере поступления либо если знаете заранее вы их как бы предвосхищаете и они получается решается заранее вами так смотрим прошло выполнение сессии появляются так у нас еще осталось пять тестов если точечка это значит тест прошел хорошо если на букву е соответственно error и могу отметить еще момент что вот мы каждый раз пересобираем образ но если например у нас образ не он не изменился он все еще за той же версии то в таком случае пересобирать его смысла нет так то по идее то есть у нас просто мы его берем и используем и нет смысла его там скачивать ставить постоянно мы просто сейчас это делаем поскольку пробуем работаем но так или иначе в этом необходимо это не очень правильно то есть нам необходимо брать образ если мы запускаем например без изменений каких-либо то образ не нужно никак заново скачивать и ставить то есть у нас должен быть как на машине то есть а есть такое докер registry который позволяет там хоронить можно просто сделать пул этого образа и на основе его ну то есть как мы делали когда мы делаем в 10 во фром мы скачиваем этот образ он уже как бы готовы его просто не нужны никакие requirements там ждать install ждать просто берем этот образ из докер хаба используем также работа в принципе происходит на реальных проектах когда у вас очень-очень много образов версий вы их потом используете переиспользуете и собираете образ только в том случае если произошли какие-то изменения и вот мы видим что у нас все тесты прошли получаем маленький некий отчет такой не особо информативный и и все информация об этом вот поэтому здесь принципе мы поработали отлично в следующем в следующем видео мы скорее всего будем работать над ценим байплайном попробуем построить его логику попробуем изменить немножко код нашего конф тест python файла то есть если вы тесты не писали для вас так ни о чем не говорит констест не констест вот изменить конфигурацию python файла для того чтобы использовать переменные из гитлаба а не вот так вот напрямую условно указывать хост а пока приведите свои мысли в порядок выпейте чай кофе и обязательно возвращайтесь привет поработаем сегодня с нашим пайплайном и немножечко его доработаем под нашу будущую инфраструктуру так как мы только начали взаимодействие настраивать настраивать пайплайн в прошлом видео мы запускали его в первый раз но как видите он просто такой куцый чисто для демонстрации работы давайте немножко здесь подумаем какие нам нужны шаги stages я предлагаю вывести строку build отдельным образом в логике это будет это будет более логично поскольку нам необходим build когда образ собирается это один шаг в некотором представлении то есть запуск билда это это создание образа создание образа это какая-то отдельная сущность отдельная джоба это запускает затем у нас идет тест тест он как это как раз таки джоба которая ну джоб в смысле то есть каждая вот эта вот конструкция это джоб джоба так называемая идет у нас build потом идет у нас запуск тестов потом у нас будет stage репорт то есть мы будем делать репорт ну али репорт и уже отправлять его но я думал три стейджа нам будет достаточно то есть у нас тест run build будет и репорт давайте build image stage у нас будет build далее тест run stage test и пусть будет create report то есть здесь мы уже создаем наш репорт алюровский так конечно здесь нужно будет поработать с тем чтобы мы очищали и удалили за собой образы то есть что я хочу я хочу поставить теги которые будут соответствовать которые будут отмечаться согласно нашему коммиту у каждого коммита есть свой идентификатор так вот все есть переменная внутренняя уже готовая которая позволит нам переполучить идентификатор коммита давайте откроем документацию вот у нас значит список предdefined variables reference то есть предопределенные переменные и нам нужно вот даст и это некий ключ нашего реками . будет только нам видите он очень длинный вот нам нужно найти вот sci-commit sch а это есть commit short sch и он нам даст celebrities первые 8 символов и нам он понадобится для того чтобы каждый образ в зависимости от коммита будет иметь свой тег То есть, когда мы будем это все запускать, у нас не будет перетираться образ предыдущий Но это плохо в том смысле, что у нас он будет оставаться и сохраняться Хорошо бы его, конечно, удалять То, что сейчас мы будем здесь делать, оно недостаточно хорошо для реального продакшена Потому что очень много моментов, которые мы будем сейчас удалять с помощью скрипта Там, я думаю, мы добавим shell скрипты, которые будут после прогона все это дело удалять Образы Но так или иначе, для того, чтобы практиковаться и попробовать разные варианты работы с GitLab CI И вообще в понимании построения CI-CD, пайплайнов, этого будет нам достаточно Это не будет лишним Уже в будущем вы сможете это сделать, изучить и сделать это более верно Также есть GitLab CI конструкция AfterScript Эта конструкция нам позволит, несмотря на то, пройдут тесты с ошибкой, без ошибки, упадут, не упадут То, что происходит в AfterScript, произойдет, то, что он описан, оно обязательно произойдет И как раз таки в AfterScript можно описать процесс на удаление нашего образа Давайте потренируемся, посмотрим точнее, как это можно сделать Docker Images У нас вот есть много пустых образов Ввиду неудачные Ввиду того, что я не удалял эти образы, когда запускал тест и пробовал А просто они так вот копились Каким образом можно удалить? Давайте проверим Мы, например, пишем, если я напишу сюда Docker Images и укажу вот таким образом Docker Images И название образа нам показывает конкретно наш образ В таком случае, если я сделаю, например, таким образом, будет ли удаление То есть мы пишем RM, то есть Remove I Images И удаление произошло Проверяем Все, у нас нету образа нашего Вот этого Images Image Test Latest Поэтому мы можем здесь совершенно спокойно указать RMI, Image Test и Commit Short S-H-A В данном случае у нас будет после Что сейчас у нас есть У нас сначала билдится образ Затем у нас запускаются тесты После того, как тесты запустились, прошли, упали, сломались или все хорошо У нас удаляется образ А так как у нас здесь флаг Remove У нас контейнер удаляется после прохождения И затем мы создаем репорт Пока что создание репорта я закомментирую Потому что мы еще с Allure не работали и не ставили В таком случае, что нам здесь еще может быть понадобиться Нам необходимо обязательно, чтобы тесты запускались Только после того, как пройдет успешно Успешно После того, как успешно пройдет build image И для того, чтобы сделать это условие Нам необходимо использовать параметр need Ну вот, соответственно, needs Как у нас он выглядит То есть мы можем указать массив Указать build Или указать название Наши job И в таком случае здесь будет построена зависимость Давайте укажем Нить Правильный нить Или нет Нить То есть нужен Для того, чтобы эта job запустилась Нам нужно, чтобы выполнялась job Build image Build image Но Также Если у нас Test run Сломается Например Нам нужно Все равно же получить отчет И чтобы нам получить отчет В любом случае Сломалась она или не сломалась Нам необходимо Указать Такой параметр Как HelloFailure Сейчас мы его Найдем Если мы его поставим в значение true Это скажет нам о том Что если эта job сломается То мы идем дальше Мы не останавливаем Наш pipeline Так Здесь тоже мы сделали Report Здесь я тоже Report Закомментирую На всякий случай Итак Значит у нас build Происходит Затем После того как build Случился Мы Запускаем Тесты Если они сломаются То скрипт Пойдет дальше И Ну точнее Давайте нет Я вот так вот оставлю Я просто сделаю заглушку В виде Команда Echo Например Здесь я тут ухожу Echo Report был Создан И здесь Stage Report В таком случае мы увидим Как все это происходит Естественно Ну по хорошему Да Наверное Report нам нужно тоже Собирать Когда Тесты закончились Вот Теперь это выглядит Так Все Закомментируем Это изменение Смотрите У нас есть ошибка Почему Spell mistake Test run Вот так у нас Выглядит готовый вариант Пока все у нас Мануально Вручную происходит Я не буду запускать Просто мы посмотрим Как это выглядит И я заменю Потом некоторые То есть у нас пропущены Смотрим У нас Вот наш Build image Test run Create report Я не могу их запустить Потому что Они зависимы И им нужно Чтобы построился Build Мы посмотрим Можно посмотреть В job Депендент Показать Зависимости Видите У нас Одна Линия Она идет Одна к другой И пока Не выполнится Предыдущая У нас Дальше Работа Не пойдет Ну Я предлагаю Так как у нас Сиренеум Активен Есть тесты Давайте я Build image Оставлю Чтобы мы Запускали вручную Чтобы можно было Контролировать А Тест run И Create report Я Не буду Никак Определенным образом Правилами Описывать Пусть у нас Выглядит так Итак Поехали Сейчас будем смотреть Как они Выполняются Постепенно Вот у нас Выполнился Build image Давайте посмотрим Есть ли у нас Здесь Images Вот мы видим Что image У нас С таким Тегом Из 8 Символов 28 секунд Назад Пол создан Вот сейчас У нас Проходят Тесты Давайте посмотрим Проходят ли они Да Тесты идут И можно Заглянуть Внутрь Нашего Пайплайна Вот Тесты Идут Затем Тесты у нас Прошли Далее Мы видим Что у нас Удалился Наш Образ Давайте проверим Удалился ли он Образа нашего Нету Вот предыдущий Был Выполнили Сейчас Нету Затем Далее Что мы должны Посмотреть Далее Мы должны Посмотреть Наш Репорт И Create Report Тоже Выполнился Успешно Да Report Has been Created Все Что нам Нужно было Сделать Выполнилось Руками Я запустил Только Сам Build Давайте Сейчас Почистим От лишнего Наш Докер Так как У нас используется Selenium Паттен Мы используем Другие У нас Не используются Можно Следующим Образом Удалить Сразу Все Образы Но Я не рекомендую Это делать Всегда Поставим Именно Таким Образом Потому что Может Случайно Затереть Нужный Вам Образ И потом Очень Долго Опять Его Скачивать Например Если он Очень Сложный Ну В смысле Не Сложный А Увесить Вот У нас Остался Selenium Который Нам Как раз Необходим Сюда Код Потому что Мы Выполняем Просто Тесты В сухую То есть Мы не делаем Не используем Allure Нам нужно Делать Репорт А для того Чтобы нам Делать Репорт Нам нужно Изменить Docker Файл Поэтому Мы возьмем Docker Файл И Давайте Попробуем Такой Вид Таким Образом Написать Напишем Allure Allure Dir То есть Это Мы указываем Директорию Куда будет Сохраниться Allure Отчет Allure Dir Корневая Папка Нужно указать Директорию Где у нас Лежат Тесты То есть Все тесты У нас Лежат В папке Тест Но Пока что В рамках Теста Из тестов Который у нас Проходит Быстро Это Alert Frame Windows Тест И его Будем Также Использовать Так же Как мы Использовали Это В производстве Запуск Test.py Так Ну в принципе Этого должно Быть Достаточно То есть Мы Выполняем Команду И Посмотрим Что будет Внутри Так Сделаем GitPull Так Все Наши Изменения Мы Запушили Надо Тоже Запуститься Кстати Говоря Пайплайн Но Он Не Запускается Лишний Раз Потому Что Нам Нужно Кое Что Еще Изменить Я Хочу Чтобы У Нас Отчеты Хранились Директории Пусть Это Будет Директория Data То есть Data То есть Данные Они Будут У нас Находиться В Директории В Корневой То есть Слыша Условно Там Где У нас BIN ETC Media Лип Опт И так Далее И вот Я хочу Там Создать Директорию Data Я Создать Тут Не Могу Потому Что Это Директория Рутовская Но Теперь Нам Нужно Не Забыть Какой Момент Если Мы Посмотрим Дату То Мы Увидим Что У нас Владелец Рут И Группа Рут Давайте Передадим Это Группе GitLab Runner И В таком Случае Для того Чтобы Это Сделать Как Вы Помните Мы Используем User Mode А Точнее Здесь Не User Mode Нам Нужно Сделать А H Own То То есть H Own То Изменить Владельца Кто Владелец И Пусть У нас Будет Также Рут GitLab Runner И Data Теперь Смотрим LSLA Data У нас Группа GitLab Runner Принадлежит GitLab Runner И Этого Будет Достаточно Чтобы GitLab Мог С ней Взаимодействовать Вообще Вот В этих Настройках Всех Тонкостях Ну Вот Эти В докер Контейнере В таких Местах Очень много Тонкостей В плане Что Нам Неплохо Бы При Создании Docker Файла Использовать Другого Пользователя Отличного От Рута Ну Как бы В нашем Случае Такие Подробности Вдаваться Пока Что Пока Что Смысла Нет Но В будущем Зная Зная Основы Понять И Принять Эти Мелочи Уже Будет Не Так Сложно Самое Главное Понять Просто Процесс И Смысл Того Чем Мы Здесь Занимаемся Теперь У нас Есть Директория Data Она У нас Готова И Смысл Теперь Следующий Когда Мы Создаем Отчет Он У нас Будет Сохраняться Внутри Контейнера В Директории Allure Results Но Нам Чтобы Получить Репорт Чтобы Сгенерировать Из него Отчет Нам Нужно Будет Эти Результаты Забрать И Положить В Allure Который Нам Сгенерирует Из Результатов Репорт Для того Чтобы Это Получить Ему Нам Нужен Некий Буфер То есть Мы Должны Взять Файлы Из Allure Results Положить Директорию Data Потом Из этой Директории Data Положить В Allure В Allure Который Мы Будем Поднимать Отдельный Контейнер С Allure Он Сделает Репорт И Вернет Нам В Директорию Дата Это уже готовый Репорт Который Мы Сможем Использовать Также Можно Сделать Еще Например Премонтировать Эту Папку Внутрь Нашей Папки Shared Folder Почему Я не хочу Сразу Shared Folder Потому Что У каждого Директория Может быть По-своему Написано Это может Быть Не Home А Admin Shared Folder Какой-то Другой И Она Как бы Такая Ну Относительно Такая Личного Пользования И там Путь Длинный А в данном Случае Мы Используем Дату И С ней Все Просто Как раз Будет Отдельное Задание И Занятие Для вас В будущем Когда вы Увидите Результат Готовы Работать Доделать Таким Образом Чтобы У вас Была Возможность Брать Эти Репорты Прям Сразу Из Вашей Премонтированной Директории И не Было Необходимости Например Брать Ну И там Ctrl-C Ctrl-V Условно Через Копии Использовать Переносить То есть Все это Было Автоматически Чем Больше Автоматического Тем Лучше Мы Монтируем Нашу Директорию На Момент Создания Контейнера То есть В run Давайте Сделаем Более Это все Дело Более Красивым И Каждый Это У нас Происходит То есть Есть Маутинг Есть Использование Volume Вам нужно Почитать Посмотреть Что Одно Отличается От другого Мне в принципе Достаточно Использовать Просто Volume Поэтому Я использую V То есть Флаг V Volume И Что Значит Мы делаем Что Монтируем Мы Монтируем Data Allure Results К Application Allure Results И Давайте Сразу Сразу Создадим Директорию Allure Results Но Я Предвосхищаю То Что Факт Что Мы будем Сразу Что Будем Еще Работать С Репортами Allure Я Создам Здесь Еще Allure Report Allure Results И Reports И так Также Нам Эти Директории Надо было Сначала Наверное Их Создать Используем Флаг R Для того Чтобы Это было Рекурсивно Так Все Получили GetLab Раннер Везде Так Отлично Ну и сейчас Мы проверим Запустим В данном случае У нас Значит Монтирование Готово И Маленький Остался Штрих Я думаю Вы помните Что мы Используем В Конф Тесте Конкретно Вшитый Конкретно Вшитый Айпишник И это Очень Некорректно Очень Неправильно Лазить Там Изменять Это все Очень долго И сложно Поэтому Мы Немножко Изменим Этот процесс Во-первых Мы открываем Настройки CICD Здесь У нас Есть Переменные И Ее Добавляем И указываем Main Host Можно указать По-всякому 192 162 181 171 Еще раз Проверяем 171 Отлично Переменная Все У нас Добавляем Вот Теперь у нас Переменная Main Host Так Ну У нас Что у нас Там Нам Это Не Нужно Можно Посмотреть Значение Нажав Показать Значение Скрыть Значение Ну В том Смысл Что у нас Переменной Лежит IP И у Каждого Там Будет Свой IP И просто Тот Код Код Который Я Использую Можно Будет Легко Переиспользовать В других Местах Просто Создав Создав У вас Нет Или Заменив Своё Значение Свой IP А теперь Мы Заходим В Конст Тест Редактируем Его И нам Здесь Необходимо Указать Сделать Следующее Мы Импортируем Оз Это Библиотека Которая позволит нам Работать с операционной Системой И нам Нужно Взять Эту Переменную Это Значение Переменной Из Переменной Окружения Для того Чтобы Это Значение Из Переменной Окружения Теперь Нам Достаточно Вложить Нашу Переменную В Переменную Хост Это Будет Следующим n Os n Y Get Main HOST Main Хост А здесь Мы Используем F Строку И Добавим Хост В таком Случае У нас Все время Будет Наша Переменная Располагаться Здесь Какую бы Вы Как хост Бы не указали Он всегда Будет Здесь Подставляться Так Давайте Это Теперь Дело Сохраним И остался Совсем Уже Маленький Штришок Мы Добавим Его В GitLab CI Эту Переменную Нам Нужно Добавить В Переменное Окружение И Для Того Чтобы Это Получилось Максимально Успешно Так Не Сохранил Чтобы Это Получилось Максимально Успешно Мы Добавляем Flak E То Environment И Указываем Что Main Host Равно Main Host Но Добавляем Здесь То есть Переменность GitLab CI Которая Там Лежит Она Будет Равна Main Host И Эта Переменная Будет Добавлена Делаем Это Таким Максимально Наглядным Образом Чтобы Было Понятно Откуда Что Берется Теперь Мы Комитим Изменения Здесь Все Готово И Сейчас Я Запущу Тесты Они Пройдут Посмотрим Что В нашей Директории Лежит Allure Results Давайте Попробуем Так Здесь У нас Получилась Ошибка Скорее Всего Потому Что Я Перепутал Местами Надо Было В конце Указать У нас Образ Имейте Это Ввиду Что Иной Раз Конечно Порядок Аргументов Очень Важен Давайте Здесь Его Укажем Таким Образом И Так 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 Тесты У нас Прошли Успешно Так И Посмотрим На Содержимое Allure Results Та Та Итак Мы Получили Все Те Файлы Которые Нам Необходимы В Наши Директории Data Вот Получится Нашу Тачку Это Будет Allure 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 Docker Allure Service Docker Ну и Давайте Начнем С того Что Я покажу Что Именно Мы Будем Использовать Как Видите У меня Здесь Есть Открыты Три Ссылки Одна Из Наш Репозиторий Вторая Это Как Раз Allure Docker Service Который Нам Позволяет Запустить Allure В Контейнере В Токере И Выполнять Определенные Процедуры Например Генерировать Отчеты Из Файлов Которые Мы Получаем После Того Как Тесты Наши Завершились Успешно Или Неуспешно Неважно Некий Allure Results Мы Переводим В Allure Reports Благодаря Нашему Allure Который Будет Находиться В Docker Контейнере Ну и Третья Ссылка Третья Страница Это Такая Интересная Статья В которой В принципе Описан Весь Процесс Как Можно Сделать Прям От и до Сами Тесты И И И И И И Как Видите Здесь В Детлап Пейджет У нас Будет Будет Отображаться Наш Отчет Вот Поэтому Я Наверное Оставлю В описании Вы сможете Ознакомиться Сделать Намного Лучше И Мощнее Интереснее То Что Покажу Вам Сейчас Я Ну Благодаря Этой Статье В том Числе Но У меня Будет Достаточно Такой Скромный Вариант Который Будет Базово Нам Предоставлять Возможности Генерации Отчетов И В последующем Наверное Я еще Добавлю После Того Как Отчет Завершается Ссылка На Отчет Будет Закончили Я ее Конечно Оставлю И Добавлю В описание К Видео Но У нас Интересует В большей степени Что У нас Интересует Этот Репозиторий С Alert Докер Сервисом И Как Видно Что Значит Таблица С Контентом У нас Можно Найти Здесь Сразу Информацию Перейти К ней Как Же Нам Запустить Контейнеры То Как Я думаю Вы догадались У нас Будет Некий Образ Сейчас Будем Использовать Этот Образ Также Нам Нужно Будет Добавлять Некоторые Переменные При Запуске Этого Контейнера И В принципе Наверное На этом Все То есть Здесь Ничего Сложного Итак Вот У нас Значит Single Project На Маке Или На Windows Но У нас Докер На Линуксе То есть Unix Или Мак На Линуксе Поэтому Будем Использовать Подобную Конструкцию Как Обычно Мы Не будем Делать Ничего Руками Точнее Мы Руками Создадим Скрипт Ваш Скрипт Который Будет Все Это Дело Нам Запускать По Сути Здесь Почти Все Готово Для Того Чтобы Мы Правильно И Успешно Все Это Запустили Единственное Что Сейчас Возможно Ну Даже Нет Но Я Думаю Что Весь Вот Все Настройки Контейнера Нам Будет Достаточно Для Того Чтобы Запустить Его У нас На Нашей Виртуальной Машине И Я Предлагаю В первую Очередь Открыть Директорию И Создать Здесь Файл Который У нас Будет Называться Пусть Будет Install Allure Итак Откроем Его Что Нам Нужно Отсюда Взять Давайте Сразу Здесь Вот Это Все Скопируем И Добавим Так Но Для Начала Как Обычно Я Укажу Таким Образом И Теперь Давайте Посмотрим Обращаю Внимание Что у нас Есть Флаг V То есть Мы Здесь Монтируем Нашу Директорию То есть Откуда Куда Будут Сохраняться Файлы То Как Мы Делали Это Вот Здесь В наших Тестах То есть Мы Здесь Указывали Что Файл То есть У нас Директория Data Allure Results Она Примонтирована К Application Allure Results То есть Директория Allure Results В контейнере С тестами Ее Содержимое Будет Также Находиться В Data Allure Results А Data Allure Results Это Директория На нашей Тачке Давайте Посмотрим LS Data Data Allure Reports Я уже Заранее Создал В прошлом Видео И Allure Results И Посмотрим Что у нас Содержит Data Allure Results У нас Как раз Вот этот Один из Отчетов Наш С результатами Тест Окей Сделали Вот И поэтому Здесь нам нужно Обратить внимание Что Data Allure Results У нас Будет Участвовать В данном В данном Случае Как Директория То есть Здесь Я Заменю Таким Образом Проверим Еще раз Что у нас Правильно Написано Reports Здесь у нас Указан Default Reports Так Так его И Оставляем Вот Эти Критерии Такие Как С Флагом И Так Они у нас Отвечают За переменные Какие Переменные Давайте Посмотрим Что мы Можем Об этом Посмотреть По поводу Того Что означает Каждый Из этих Переменных Вы можете Посмотреть Соответственно В репозитории То есть Тут Например Указано Что Check Results Every Second Лучше Использовать Флагом Со значением None Если мы Используем Multiply Project Потому что Это может Перегружать Там Память Процессор И так далее Но в нашем Случае В принципе Это можно Оставить Здесь ничего Криминального Нет Далее Это Keep History Так Keep History У нас Что Ну По ним Понятно Что Оно Этот параметр Как бы Хранит историю Судя по переводу Вот Но нам Нужно Посмотреть Например Что же Говорит Об этом Разработчик Конкретно Вот Как мы Видим Что Значит Если у нас В окружении Мы указали Keep History А вот Можно указать Keep History Latest То есть Он будет Создавать Сохранять Истории Репортов Ну В нашем Случае Так как Мы сейчас Пробуем Экспериментируем По сути Своей Нет наверное Нужды В какой-то Определенном Количестве Сохраненных Репортов Я думаю Что даже Можно Просто указать У нас Keep History True Или оставить Один Ну Давайте Оставлю Как есть Сейчас По сути Это на Также На наш Процесс Никак не Повлияет Но Я рекомендую Вам Если Вы Будете Использовать Данные Репозитории В своей работе Или Куда-то Захотите Развить Этот проект Пошире То Обязательно Изучите Поэкспериментируйте Попробуйте Разные варианты Для того Чтобы понять Какие именно Настройки И каким образом Вам необходимы Для того Чтобы эффективно Использовать Данный Фреймворк Можно так сказать Данный Вот образ Allure Docker Service Так И тут Еще есть Одна Особенность Связанная С Пользователем Который Будет Использовать Данный Запускать Данный Контейнер Так Здесь Вы можете Указать И я думаю Нужно указать Юзера Который Будет Использовать Этот Контейнер То есть Мы указываем Так Вот Группа Указывается То есть Юзер Это Ключ А Значение У него Это Как бы Номер Юзера Его Идишник И Идишник Группы Вот Как это Можно Посмотреть То есть Мы Можем Сделать Cat.itf ETC Пассворт И Увидим Что Мой Юзер Это Админ У него Идишник 1000 И Идишник И Группа 1000 Поэтому Здесь Можно Добавить Следующим Образом Также У нас Это Будет Переменная User Равно 1000 Но Подождите Это Мы Указываем Себя Но Ведь Запускать И Все Это Использовать Будет Кто Правильный Наш GitLab Runner User И Если Посмотреть У него 1000 1001 1001 Поэтому Давайте Поставим Таким Образом 1001 1001 И Не Забываем Слэш Для Того Чтобы Наши Переносы Работали Ну Вроде Б Все Посмотрим Запустим Как У нас Будет В процессе Это Происходить И В Случай Чего Может Будет Это Легко Исправить Давайте Сначала Попробуем Пока Точнее Это Будет Так Таким Образом Сначала Мы Запускаем Вручную Устанавливаем Себе Этот Контейнер Проверяем Что он Работает И Потом Уже В GitLab CI Прописываем Необходимые Строчки В Наш Скрипт Для Того Чтобы Репорт Наш Отчет Генерировался Давайте Попробуем Запустим Наш Скрипт Ну И Конечно Подождем Пока Все Это Скачается Я Забыл Указать Флаг D Чтобы Он Был В Фоновом Режиме Запускался Наш Контейнер И Также Имя Забыл Указать И Нужно Указать На Я Думаю Чтобы Он Еще Все Время Чтобы Был Рестарт Always Поскольку В случае Если У нас Там Мы Перезагрузили Тачку У нас Остановились Контейнеры Чтобы Мы Лишний Раз Не Приводили Никаких Манипуляций Нам В принципе Нужно Постоянно Чтобы У нас Был Запущен Selenium И Постоянно Был Запущен Allure В Докере Поэтому Сейчас Посмотрим Так как Я Имя Не Указал Придется Указать Его Айтишник И Сразу Этот Контейнер Также Подчистим И Удалим Так Все У нас Никаких Процессов Нету Еще Раз Обращаемся Значит Здесь Указываю Флаг Те Здесь Укажем Рестарт Always Рестарт Always И Здесь Укажем Единственное Поправить Нам Здесь Нужен Не Сет Е А Просто Юзер Так Теперь У нас В очередной Раз Я Allure Так Ну так как мы Уже Делали Первый Запуск У нас Образ Скачался И Поэтому Сейчас Контейнер Поднялся Максимально Быстро Давайте Попробуем Посмотрим Что же У нас В итоге Происходит Так У нас Указано Что значит Он был Создан 17 секунд Назад Вроде бы Все норм И Посмотрим То есть У нас Сейчас Наш Айпишник Заменим Его На 50 Посмотрим Что мы Получаем Мы Попадаем На Страницу Апишки Здесь Можно Например Указать Если мы Укажем Лейтест Что нам Нужно Чтобы наши Отчеты Были Сформированы Как их Формировать У нас Есть Генерейт Репорт Ген Запрос Генерирует Репорт Который Позволяет Нам Собрать Этот Отчет То есть Из Результ Мы Генерируем Репорт Репорт Генерируется Используя Соответственно Результ То есть Вот этот Джейсон Файл Который У нас Лежит Вальду Результ Они Генерируются В Репорт Отправив Курлон Запрос К нашему Серверу С Флагом С Параметром С методом Генерейт Репорт Мы Должны Получить Сформированный Отчет Поскольку Сейчас Мы Шарим Нашу Папочку Аллюр Результ Папочку В директорию Аллюр Результ Чтобы Не быть Голословным Сейчас Мы Просто Это Проверим Зайдем Сюда И Напишем Курлон HTP Затем Наш Айпишник Генерейт Репорт И Посмотрим Как Вы Видите Были Использованы Те Файлы Которые Мы Добавили В Дату Сделав Тесты Эти Данные Из Директории Дата Попали В директорию Аллюр Результ В контейнере Аллюра Потом Аллюр Взял И Использовал И Создал Нам Отчет После Того Как Мы Выполнили Запрос Генерейт Репорт И Мы Видим Что У нас Есть Месседж Где Написано Что Репорт Саксэсфули Генерейт For Project ID Default Вот Смотрим У нас Поднялся Контейнер Отчет Сгенерировался Посмотреть Что отчет Сгенерирован Посмотреть Последний Отчет Нужно Написать В конце То есть Latest Report И По идее У нас Здесь Должен Открыться Отчет Но Он Не Открывается В чем Причина Посмотреть Логи Контейнера Может Команды Суда Docker Logs Имя Контейнера У нас Это Аллюр Мы Смотрим Что Permission Deny То есть У нас При Генерации Отчета Возникает Permission Лежит В Директории Data Data Он У нас Скорее Всего Связан С Рутом Вот Файлы Которые Executor JSON History JSON Они Являются Рутовыми Нам Нужно Это Обойти И Для Того Чтобы Это Сделать Нам Необходимо Изменить Права Для Данных Директорий Allure Reports Allure Results Вообще В принципе Директория Data В данном Случае Я Изменил То есть Нам Нужно Сделать Что Будет Сюда Owner GetLab Runner И GetLab Runner Вот Таким Образом И После Этого У нас Наши Директории Будут Открыты Для Контейнера Allure Потому Что Мы Запускаем Контейнер Allure Не от Имени Рута А от Имени Нашего Пользователя GitLab Run В таком Случае У нас Будет Доступ У Allure Будет Доступ К этим Файлам Чтобы Соответственно Производить Какие Либо Манипуляции С ним Так Ну Смотрим Значит У нас Allure Report Появился Создался Наши Alert Тест Для Создание Директории Где У нас Будут Храниться Отчеты А это Соответственно Data Allure Results Поэтому Я указываю Rm Rf То есть Даже Если В случае То есть Благодаря Флагу F Даже В случае Если У нас Там Файлов Нет Ошибки Не Будет Просто Будет Пропущено Data Allure Results И Ставим Звездочку То есть Все Файлы Внутри Директории Allure Results Мы Удаляем R Рекурсивно То есть Все Файлы И у нас Когда Будет Создан Отчет Точнее Будут Сгенерированы Эти Результаты Они Будут Все Время Новые Все Время Отчет Будет Обновлен Так Дальше Здесь Мы Добавим То есть Что Мы Запускаем Мы Запускаем Curl HTTP Здесь У нас Будет Main Host Он Будет Настянуться Из наших GitLab Variables Далее Здесь Укажем Порт И Я Даже Давайте Значит Порт Добавим Тоже В Variables Добавить Переменную У нас Будет Allure Port Так Делали Allure Port И Добавляем Его Сюда Таким Образом Далее Нам Нужно Указать Что У нас Здесь Allure Docker Service Allure Docker Service И Далее Далее У нас Generate Report Так Здесь Мы Это Все Сделали У нас Значит Все Это Будет Создаваться Вроде Запуск Давайте Сделаем Его Так Тесты У нас Прошли Успешно Посмотрим Что у нас Происходит В Репорте Так Репорт Тоже Вроде Как Успешно Рано Значит У нас Здесь Processing Files Project ID А В отчете У нас Тут У меня Запускал Тесты Ими Упали А в отчете У нас Все Появилось Ну Вообще Я ожидал Что у нас Здесь Будет В результатах Отображение Сообщения От Курла О том Что мы Там Все Это Завершили Сделали То Например Когда Мы Делаем Курл Например Здесь При Генерации Отчета Когда Мы Таким Образом Делаем Генерируем Репорт Так Мы Получаем А Я понял Я Добавил Лишнее Указал Адрес Сейчас Я попробую Поменять Если В итоге Это Не Получится На работе Это Никак Не Отразится Там Не Знаю Например Наверное Какой Небудь Тайм Слип Добавить Может Что То Изменилось Но Нам В принципе Это Не Нужно Потому Что Мы Знаем Как Нужна Нам Ссылка Для Того Чтобы Правильно Сгенерировать Нам Репорт Вот Давайте Попробуем Это Еще раз Сохраним И Укажем Если Нет То Нет Так Или Иначе Мы Справились Смогли Прикрутить Алюр И У нас Это Заработало Вот Хороший Кстати Момент Что У нас Один Из Один Из Тестов Упал Один Из Девяти То Есть 8 Прошли Один Фейлил Зафейлился И Посмотрим Что У нас В итоге Получилось Create Report Мы Вот Получаем Да Тот Ответ Который Требовался И Вот Это Ссылка Переходим В него И Видим Что У нас Один Тест Упал 8 Тест Прошли И Какой Тест Упал Упал Значит Там Timeout Exception Checkpage Из Model Window Ну В общем Солюруем Это Уже Тоже Отдельная История В плане Разбора То Есть Много Разных Можно Посмотреть Настроек Как Там Что Сделать Покрасивее Ну Так Или Иначе У нас Это Дело Работает С Чем Я Вас И Поздравляю Я Думаю Что На этом И Закончим В Сообщение В Telegram Немножко Сделаем Посмотрим Что Можно Сделать Покрасивее Чтобы Улучшить Наш Такой Базовый Проект В данном Случае Я Рекомендую Вам Даю Вам Задание Организовать Всю Весь Запуск Образов Которые Мы Делаем По Selenium По Allure Чтобы Они Все У нас Были В Docker Compose Познакомьтесь Docker Compose Хотя Уже Ну Не Знаю Говорите Что это устаревшее Или не устаревшее Ну В общем Это В принципе Люди Пользуются Хоть В данном Случае Не часто Особенно Учитывая Что Есть Кубернетис И Даже Docker Под капотом Чаще всего Не используют Но Это Не так Не такая Важная информация Поскольку Здесь Мы Исучаем Такие Базовые Вещи Смотрим Пробуем Трогаем Вот Поэтому Сделайте Что-нибудь С Docker Compose Изучить Этот Момент Скорее Всего Сейчас В следующем Видео Мы сделаем Вот Алертинг В Telegram После того Как у нас Репорт Заканчивается Там вообще Ничего сложного В принципе Не будет И Возможно Попробуем Еще сделать Какой-нибудь Мини-мониторинг Чтобы у нас Можно было Контролировать Упали Наш Selenium С Allure Или не упали Ну и так далее Немножко В это окунемся Что ж А теперь Пришло время Привести свои мысли В порядок Выпить чай Кофе И обязательно Возвращаться Всем привет Сегодня мы Сегодня будет достаточно Я думаю Короткое видео Мы Поработаем Немножечко С нашим Репозиторием Там что-то Может быть Изменим Подправим Ну самое Такое Основной Целью Данного Видео Будет Добавление Добавление В наш GitLab.si YAML файл Команды Которые Позволят Отправить После Прохождения Теста Отправить Ссылку На отчет Прямо В Telegram Чат В Telegram Бот Я пропущу Объяснение Установки Там Добавления Создания Бота Потому что Ну это Достаточно Просто И Таких Ресурсов Миллион Зачем Зачем Тратить Ваше Время Собственно Вот Поэтому Представим Что бот У нас Уже Есть Он Создан И будем От этого Отталкиваться Итак Давайте Что Немножко Добавим Изменим У нас Есть Например В Conf 3 Мы Указываем Здесь Явно Указываем Порт Давайте Сделаем Так Чтобы Этого Не было У нас Уже В принципе Для этого Все Готово Просто Мы Создадим Еще Одну Переменную Которую Будет Называться Порт И Также Пропишем Ее Inwire Get Давайте Я думаю Я вот Это Все Удалю Все Закомментированные Моменты Это Уже Касается Самих Тестов Там Как Отображаться Не Отображаться Вот Все Что Я Удалил Создание Этих Скриншотов Это Большая Часть Относится Прям Непосредственно К Тестированию Здесь Мы Говорим Про Девопс Поэтому На этом Моменте Условно В данный Момент Это Сейчас Не Наша Зона Ответственности Вот По сути Вот Это Тоже Но Как бы Лишний Раз Знать Как С Этим Работать Наверное Будет Полезно Ну То Например Кто Занимается Тестированием На Джава Или На Других Языках То Скорее Всего Конкретно Эта Конструкция Будет Не особо Полезна Но Смысл Ясен То Есть Основная Задача В том Что Мы Берем Наши Переменные Не Конкретно Записываем В конфигурации А берем Их Непосредственно Из Переменных Окружений Так Все Изменения Коммитим Все Здесь Нас Устраивает То Есть У нас Здесь Майн Порт И Добавим Его Сразу Уже В Переменные Это Четыре Четверки Добавляем И Затем Нам Нужно Ее Добавить Уже Непосредственно В Сам Пайплайн Можно Сделать Это Таким Образом Точнее Не Пайплайн А В Контейнер Который Запускается Для Прогона Теста Так Здесь Добавили Здесь Ничего Не Нужно Добавлять Давайте Проверим Чтобы Просто Тесты Прогонялись Что Вот Это Изменение Порта Работает И Запустим Но Пока Проходят Все Процедуры Давайте Посмотрим Что Можно Еще Поменять Что Можно Добавить Здесь У нас Create Report И Как раз Будет После Того Как Репорт Будет Сгенерирован Мы Будем Я Создам Переменную Которую Будем Хранить Дату Сегодняшнюю Ну Дату Конкретно В момент Прохождения Теста Будем Ее Добавлять К сообщению В Телеграм Бот Так Здесь Мы Все Чистим Name Тест В принципе Такая Скромная Конструкция Нас Более Чем Устроит Я Думаю Возможно В будущем Что-то Придет Еще В голову И Мы Тоже Это Поменяем Тест У нас Прошли Ну И Соответственно Уже Наверное Прошли Репорты Я Тест Прошли Успешно Наш Create Report И У Нас Это Как Летит У Наш Live Letest Report Вот Смотрим Значит Последний Репорт Три Минуты Назад Был Тесты Все Прошли Все В этом Плане Сохранилось Хорошо И Вот А теперь Мы хотим Чтобы Вот эта Ссылка Она Отправлялась Нам В Телеграм С Пометкой Даты Все Достаточно Просто Сначала Я рекомендую Создать Сразу Переменные Первая Переменная Это Будет У нас Телеграм Токен Но В эту Перемену Я включаю И Сам Токен И Код Так сказать Бота Как единое Целое Поскольку Это будет В Ирл У нас В строчке Поэтому В принципе Это Ну и Она Меняться Не будет Вот Мы будем Менять Только Потом Уже Пас Отдельно Там То есть Сенд Месседж Добавлять В общем Сейчас Увидите Здесь Я Пока Я напишу 1 2 3 Я Это Добавлю Заранее В свой Токен Ну Чтобы Его Понятное Дело Как бы Не Не Демонстрировать Вот Ну Просто Понимать Что нам Нужно Нам Телеграм Токен Затем Нам Нужен Будет Allure Port У нас Есть Main Host У нас Есть С этим Все Прекрасно Я думаю Телеграм Токена Будет Достаточно Нет Забыл Момент Нам Также Нужно Добавить Chat ID Chat ID И Также Мы Ее Здесь Создадим Так Мы Создали Все Необходимые Переменные Возможно Что-то Еще Добавим Если Нам Понадобится И Теперь Давайте Сделаем Некоторые Изменения В наш Пайплайн Для Того Чтобы Сообщения Приходили Так То Здесь Мы В скрипте Так И Оставляем То Он Вот Как Есть Затем Мы Я Хочу Экспортировать Переменную С Определенным Форматом Для Того Чтобы Мы Что Будет Называться Report Date Report Date Для Того Чтобы Мы Добавили Эту Перемену В Наше Сообщение И Получится Так Что Будет Дата И Ссылка На Наш Репорт Чтобы Было Понятно К Какому Числу Это Относится Здесь Я сразу Хочу Оговориться В чем Некая Заведомо Проблема Будет Возникать У нас Будет Много Так Как У нас Не Хранится У меня Я Сейчас Не Делал Никаких Работ По Сохранению Истории Алюра У Нас Есть Отчеты Они будут Лейтест Отчеты Они будут Добавляться Отправляться В телеграм Они будут Подписаны По дате Но Вы Кликнув На ссылки Предыдущих Репортов Будете попадать На даты Самого Последнего Поэтому Поэтому Это Отличная Возможность Для того Чтобы Заглянуть В Алюр Поглубше В Его Настройки Возможно В Контейнер Алюре И Попробовать Изменить Для себя Таким Образом Изменить Чтобы Возможно По-другому Именовать Отчеты В самой URL Строке Либо Сохранять Истории Отчетов Столько Сколько Вам Нужно Чтобы Эти Истории Хранилось Возможно Какие-то Скорее Всего Это Можно Сделать Силами Алюра Используя Переменные Но Если Например Нельзя Вы Не сможете Найти Этот Способ То Придумать Shell Скрипт Который Будет Очищать Эти Репорты Чтобы Они Не Плодились Каждый Шестой Каждый Пятый Каждый Седьмой Отчет Удалять То есть Старше Какого-то Времени Там Каждый Должно В директории Семь отчетов А у основных Восемь Самый старый Восьмой Удаляться Вот Но Для примера Просто Демонстрация Работы С телеграмом Этого Будет Вполне Достаточно И Можно Придумать Не указывать Дату Или Просто Писать Сообщение Что Тест Прошел Успешно Например А если Например Тест Прошел Неуспешно Или Не Сгенерировался Там Отчет Кстати Хорошая Хорошая мысль В принципе Это Можно Было Было Добавить Но Все Как говорится В ваших Руках Итак Значит У нас Репорт Дейт Что нам Надо Добавить Ну и мы Вызываем Просто Дейт Сегодняшний Но Только Просто В другом Формате И здесь У нас Получается Что Мы Указываем День Месяц Год Час Давайте Попробуем Сделать Так Час Минуты Секунды Сделали И Самое Главное Что Как раз Таки И будет Являться Что Будет Чем Будем Отправлять Наши Сообщения Будем Отправлять Курлон Будет Запрос Который Нам Будет Это Будет Пост Запрос Вот Поэтому Пишем Запрос У нас Пост HTTPS У нас Будет API Telegram Org Далее У нас Идет Наша Переменная С Токеном Пишем Telegram Токен Далее Затем У нас Здесь Будет Send Message Send Месседж И Далее Мы Отправляем Тело Запроса То есть У нас Будет Chat ID Это Будет Chat ID Затем Еще Один Параметр Это Будет Наш Текст А В Тексте Мы Отправляем Что Мы Отправляем Пусть Будет Report И У нас Будет Текст То есть Мы Пишем Слова Report И Report Date Ну и В таком Случае У нас Получится Что Мы Отправляем Слова Report Отчет Десятая Десятая Двадцатая Тринадцать Сорок Ну Типа Того Десятая Двадцатая Да Это Странненько И Затем Указываем Ссылку На Наш Отчет То есть Будет HTTP Здесь Указываем Main Host Двоеточие И Allure Port А Здесь Будем Latest Latest Report Нет Забыл У нас Здесь Получается Что Вот Эта Вот Часть Нам Нужна Еще Allure Docker Сервис Может Быть Не Нужна Сейчас Проверим Если Будет Не Работит То Прекрасно Ну Давайте Ладно Просто Сейчас Проверим Latest А Работать Без Нее Работать Без Нее Ну Прекрасно Тогда Так И Оставим Latest Report Вот По По Идеи Сейчас Должно Все Сработать И Мне В Телеграм Вот В Этот Бот Должны Упасть Вот Такого Вида Отчеты Как бы То Что Я Уже Пробовал То есть У нас Здесь Другой Немножко Апишник Но Сейчас Мы Посмотрим Должен Быть Мой Который 171 И Что То В 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 Прошли Идет Создание Репорта И Он Упал То есть Где-то Была Допущена Ошибка Понятно Я Забыл Сделать Закрывающую Поставить Закрывающие Кавычки Ну Что Ж Нужно Платить За свою Девнимательность Очередным Долгим Ожиданием Итак Исправлю Свою Оплошность И Запущу Это Все По Новой Так Тесты Выполнились Ну Сейчас Повторно Генерируем Отчет По идее Должно Было Быть Отправлено Давайте Посмотрим И Вот 7 Января Наш Отправлен Новый Обратите Внимание Что Сейчас Время Здесь Указано Серверное Поскольку Я Не Менял У Меня Оно Немножко Не Соответствует Моему Часовому Поясу И Переходим По ссылке И Попадаем На Наш Отчет И Все У нас Выглядит Красиво И Понятно Вот Две минут Назад Все Отчет Ну А Как я И Говорил Если Мы Будем Дальше Продолжать Делать Тесты Каждый Раз Лейтест Репорт Они У нас Будут Наслаиваться Друг На Друг Вот Ну Вы Видите Здесь Есть Разного Рода Страницы Ссылки Давайте Попробуем Посмотрим Например Что за Репорт 44 Он Открывается Мы Видим Что это Репорт Где у Нас Было Какие Два Теста Он Видимо Завалился Раньше Времени И Это Немножко Другой Отчет То Есть Смотрите Что По Ссылке Ваш Ну Хост И Порт Allure Docker Service Project То есть Проекты Название Проекта В данном Случае Дефолтный Дефолтный Когда Мы Нажимаем Enter Нам Апишка Выдает Список Всех Отчетов И Можно Очень Хорошо Удобно Я думаю Даже Правильно Отчеты Которые Мы Получаем Здесь Ссылки Именно На Эти Отчеты Отправлять В Телеграм Канал В таком Случае Это Будет Намного Правильно Правильнее Вам Нужно Найти То Есть В принципе Все Для того Чтобы Мы Получали Каждый Раз Уникальную Ссылку У нас Есть Вам Необходимо Просто Найти Способ Получать Конкретную Ссылку Из Вашего Отчета Посмотрим Ссылку Да У нас Генерируется Репорт Сразу Ж С Нужной Нам Ссылкой Вы Можете Как Вариант Например Распарсить Получить Значение Из Ответа Курла То есть Датой Эту Ссылку Получать Ее И Добавлять В Телеграм Или Ж Можно Найти Решение И Получать Эту Ссылку Иным Способом Давайте Посмотрим Например У нас Ж Как Вы Помните В Директории Дата Все Хранится Правильно Все Репорт Давайте Посмотрим Так Это Или Не Так Репорт И Как Вы Видите У нас Есть Название Директории И Если Мы Сейчас Посмотрим Мы Увидим Что Они Расположены В принципе То есть У них Есть Данные Дата То есть Можно Формировать Ссылку Таким Образом Чтобы Чтобы Например Вот здесь Вот мы Получали Бы Нашу Директорию А потом Добавляли Ее Сюда Как То Меня Заинтересовал Этот Момент Я Думаю Давайте Пропробуем И Провернем Это Сейчас Так Наша Задача Найти Самое Последнее Самое Последнее Который У нас Создался Это Был 60 И Нам Нужно Сохранить Название Давайте Проверим Это Через Команду Эхо Давайте Например Мы Сделаем Так Мы Делаем LS Далее Затем Флаг Т Чтобы Он Фильтровал По Времени Т Флаг Т Затем У нас Получается Нужно Вызвать Тата Алер Репорт Затем Вот Смотрите Вот Мы Так Делаем У нас Видно Что У нас Есть Какая Это Файл Имейл Был Там Репорт Алер Докер Сервис HTML Наши Директории 60 Латест И другие Директории Нам нужно Оставить Только Цифры Попробуем Сделать Следующее Делаем Пайплайн Греб И Указываем От 0 До 9 Видим Что у нас Остались Только Одни Цифры После Этого Нам Нужна Только Одна Самая Первая Поэтому Делаем Head 1 И Мы Получаем 60 И Давайте Таким Образом Попробуем Составить Наш Пайплайн Сделаем Значит Редактирование Здесь Мы Добавим Еще Одну Переменную Report Дир Дир Например А здесь Пропишем Так Как нам Это Лучше Сделать Без Эхо Давайте Так И Сделаем Попробуем Я Не Сейчас Не Уверен Точно Верно Это Будет Или Нет Ну Сейчас Сделаем ЛС Флаг Т Дата Репорт Так Это Должно Выглядеть Теперь Давайте Посмотрим Какая Нам Нужна Ссылочка Например Берем Вот Эту Ссылочку Вставляем Сюда Теперь Вот А если Например 60 Напишем Появится У нас Отчет Отлично Появился Это Последний Последний Отчет Вот Поэтому Мы Берем Вот А если Мы Вот так Сделаем Без Alert Docker Service Отлично Также У нас Появляется Поэтому Давайте Здесь Я Сейчас Так Вот Добавлю Что Мы Заменим Мы Заменим Вот Эту Часть Последняя А Сюда Добавим Сюда Добавим Наш HTML Так Вот Здесь Ну Что Я Думаю Это Стоит Попробовать Давайте Это Попробуем Давайте Вот Так Вот Попробуем Чтобы Прямо Убедиться Здесь Мы Работаем Так Ж Как И Как Будто Мы Сделали То же Сейчас В Пайплайне Я Напишу Сейчас Тест Равно Вот Так Вот И Эхо Тест Все Отлично Видите У нас Работает Поэтому В принципе Можно Не Переживать И Как Раз Так Отправим Так Как Есть Получится Это Или Не Получится Возможно Директория Не Успеет Сгенерироваться И Нам Понадобится Например Сделать Какой-нибудь Таймслеп Или Поискать Какой-то Другой Вариант Однако Сейчас С этим Разберемся Ну что ж Тесты у нас Прошли И Сейчас Камень Преткновения Получился У нас Или Здесь Здесь У нас Все Сохранилось Как Надо Вот 76 Смотрим У нас Здесь Вот 76 Открываем Смотрим В момент Что получается Тест кейсов 8 Если Мы Здесь Выберем 77 То будет 9 Как и надо Ну понятно 78 Оно Сразу Ломается То есть Получается Он Создает Репортов Столько Сколько Получается Тестов Но Последний Получается Создается Как-то В последнюю Очередь Может быть Если Исходя Из этой Логики Мы Можем Делать Плюс 1 К тому Что Добавляем То есть Условно У нас Есть У нас Здесь Получается Число И мы К нему Прибавляем Плюс 1 Давайте Посмотрим Как бы Нам Это Сделать Здесь Получаем 77 Плюс 1 У нас Конечно Ничего Не получится Потому что Просто Строка Надо Подумать Как бы Нам Добавить То есть У нас Как Например Мы Делали Тест Тест Эхо Тест Дает 71 А если Эхо Плюс 1 Не Получится Если Мы Сделаем Например Получается Вот Мы Видим Что У нас Можно Прибавить Еще Одну Единичку Каким Образом Будет Нам Ставить Данной Конструкцию Я Конечно Же Такое Решение Оно Спонтанное Быстрое Оно Работает Как я Понимаю Что оно Будет Работать Но Не Достаточно Как бы Хорошее И В вашем Случае Конечно Же Я бы Ну Больше Борекомендовал Бы Придумать Решение Еще Более Лаконичное Супер Лаконичное Решение Давайте Сделаем Last Tier А это Сделаем X Ну Значит Report Tier Попробуем Такой Вариант Почему Б и Нет С другой Стороны Можно Отследить Момент Каким Образом Эта Директория Когда Создается И если Она Создается В момент Когда У нас Просто Нужно Немножко Подождать Можно Вот Этим Не Заниматься И Сделать Например Добавление Отправление Вот этой Ссылки Используя Auto Script То есть У нас уже Полностью Закончится Как бы Все отправится Возможно Директории Все сформируются И мы В Auto Script Это все Отправляем Можешь попробовать Такой вариант Сейчас Пока у нас Будет Запускаться Все Все Это Действо Пусть Запускается Я Сразу Здесь Изменю Еще Вариант И Также Отправлю Пайплайн И посмотрим Что Из этого Сработает Так То есть Я Добавлю Сделаем Это По-другому Вот Это Мы Удалим Вот Это Мы Отсюда Заберем И Вот Так Это Будет Давайте Попробуем Какой Вариант Получится И Последняя У нас Какая Там Не Запущенная Шаба Вот Она И Тоже Ее Запустим Тут Еще Один Камень Всплывает Что Будет Если Будет Много 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 Раз Одновременно Запущено Будут Создаваться Директории Они Могут Наслоиться И Директории Отправки Всех Вот Этих Отчетов Могут Перепутаться Поэтому Везде Есть Свои Какие-то Мелочи И Нужно Обращать Внимание На Особенности Вашего Проекта Того Что Вы Как Вы Делаете Если Вы Точно Знаете У Вас Всегда Будет Работать Например Только Один Запуск Один Раз И Никаких Параллельных Запусков Одних Тех Ж Джоб Ну Окей Наверное Тогда Думать Заморачиваться Об этом Не Надо Но Если У вас Возникает Проблема Когда Вам Нужно Запускать Много Всяких Джоб Тогда Конечно Это К сожалению Будет Проблемой Нужно Будет Тоже С Этим Работать Так Вот Одни Тесты У У Прошли То Здесь Вот Мы Запускали Давайте Посмотрим 86 И 9 То Наш Вариант Работает Если Мы Сейчас Допустим Сделаем 87 Есть Такие Тесты Таких 0 Такого Значит У Нас Нет А 88 1 То Есть 7 Секунд Назад А У Нас Какой Был Нас Был 86 86 2 Минут Назад Значит 53 Минут Началось 55 Закончилось А Дальнейшая У меня Сейчас Тесты Запускаются Я Поэтому Начал Число Больше Включать У меня Уже Стали Заказываться Другие Тесты Тест 1 Он Запустились 56 Минут А Здесь Например 90 Тоже 56 Но Это Другие Тесты То Как раз Сейчас Проверим Какой Из этих Вариантов Будет Работать Нам Честно Даже То То Есть Понимаем Что Наш Вариант Где Мы Делаем Много Экспортов И Добавляем Единичку Работает Все Окей Теперь Дожидаемся Другого Варианта С Авто Скрипт Если Он Сработает То Я Думаю Даже Его Можно Будет Оставить На Как Итог Так Прошли Другие Тесты У Нас Один Тест По всей Видимости Упал Да Да То есть Один Упал 8 Прошли Отлично Посмотрим Как раз Разницу Между Ними И Заглянем Самое Что Нас Волнует Это Репорт Вот Он Как Бы Прошел Давайте Посмотрим Что У нас Тут Есть 95 И Сейчас У нас Должно 9 Тестов Если Все Правильно Посмотрим Опа Пришел Отчет 95 Открываем 9 Тестов То есть Сейчас Смотрим 96 Нету Максимум 95 То есть Это Победа В принципе Я думаю Тогда Вариант Сразу же Авто Скрипт Мы Оставляем Что У нас В итоге Получилось В итоге У нас Получилось Все Это То есть Дата И Директория И Курл С Нашим Сообщением Все Это Находится У нас В Все Это Приходит Нам В репорт И Приходит Сразу То есть Теперь Запускай Тесты Ссылки Которые Будут Сохраняться Они Будут Вести На Конкретно Указанное По времени То есть 6.58 Сейчас Мы должны Открыть Нам будет Должно 58 Секунд Должно Ну 56 А В смысле Заканчивается То есть 58 Все правильно Вот мы его и получаем Поэтому Икарс 1 Упал 8 Прошли Ну что ж Я думаю Что это Отличный результат Пришло время Провести Провести Свои Мысли В порядок Выпить Чай Кофе И Обязательно Возвращаться Всем привет Сегодня мы будем делать Наш базовый Мониторинг Будет Несколько Видео Посвященных Тому Как мы Установим Все необходимое На наш Сервер Затем Наверное Следующее видео Мы уже Там Настроим Добавим Конфигурации И Еще У нас будет Дашборд В графане То есть Там Нарисуем Красивые Графики Сделаем Алерты Сбоев Нашего Сервера В Телеграм Вот Ну в принципе Будет Какой-то Такой Набор Такой Базовый Самый Базовый Набор Настроек Конфигурации В общем Инфраструктура Для мониторинга И Часть По установке Всех Вот этих Необходимых Нам Серверов Там Промиссиус Ну Прометеус Алерт Менеджер Кэдвайсер И Графана Нодэкспортер Все это Обо всем Об этом я расскажу Сегодня И Сегодня Все это мы Установим Я уже Заранее Подготовил Скрипты Для установки И буду просто Рассказывать Поскольку Они достаточно Объемные Чтобы не тратить Время На Показать Где найти Что написать И Печатывать Чтобы на это Время Все не тратить Я просто Покажу Запущу И Все это Дело Расскажу Итак Давайте Поехали Смотрим Что я Сделал Какие у меня Есть Скрипты Для установки Так Мы Заходим В нашу Папку Shared Folder Которая У нас Базируется Расшарена На нашей Рабочей Машине То есть Я работаю Виртуальной Машине И у меня Расшаренная Папочка Рабочая Если вы Не слышали И не понимаете О чем речь То посмотрите Мои предыдущие Видео И вообще Можете Можете Ознакомиться С Таким Курсом Где мы Подготовим Нашу Девопс Песочницу Сделаем Небольшой Такой Девопс Проект На основе На базе Фреймворка Для тестирования Автоматизации Тестирования Итак Директория Shared Folder Директория Мониторинг И у меня Здесь Директории Alert Manager Adviser Grafana Nodex Портер И Promisius Что здесь Значит У нас Находится В каждой Из этих Директорий В принципе Похожий Набор Файлов В одном Мы Устанавливаем Из Репозитория И Затем Будем Создавать Сервис Для того Чтобы Наш Promisius Работал Как Установленная Утилита То есть То Как Чтобы Мы Могли контролировать Ее работу Используя Систем D То есть Систем CTL У вас Есть Несколько Вариантов Как Установить Данные Сервера Данные Приложения Себе На Сервисы Себе На Виртуальную Машину Один из них Это сделать Все Вручную Но В данном Случае Я не буду Делать Вручную Я Помещу Это Все И Поместил Уже Все Это В Ваш Скрипты Для того Чтобы Я Ненароком Не допустил Ошибку То есть Все У нас Четко Расписано Мы Нажимаем Только Запускаем Наш скрипт Он нам Все Устанавливает Готово То есть Человеческий Фактор Ошибки Здесь Будет Минимизирован Второй Вариант Это Использовать Ansible Про Ansible Вы можете Посмотреть На Многих Других Площадках Я Не стану На этом Заострять Внимание И останавливаться Поскольку Есть Отличный Канал ADVIT Вот Там Денис Астахов Супер Титуловный Девопс Инженер Из Канады Он Отлично На Простом Понятном Языке Рассказывает И про Ansible И про Docker И так далее И тому подобное Единственное В моих Видео Мы это Сделаем Сразу В какой-то Небольшой Удобный Проект Для Портфолио Так Второй Вариант Если бы У вас Был бы Kubernetes Там Схельмчарт В общем Это Не Суть Важная И так Мы сейчас Делаем Вспоминая Мой пролог И мои первые Видео Я говорю О том Что мы Делаем Такой MVP Project То есть Такой Минимально Готовый Продукт Демку Который Мы могли Показать Заказчику Что Вот Какой Какой Сервис Какие Девопс Какая Девопс Инфраструктура Может быть Применена К нашим Автотестам На Пайтоне Они Уже У нас Написаны В базовом Варианте То есть Естественно Вы Можете И Должны Улучшить Что-то И прокачать Сделать Что-то Лучшее То есть У нас Есть Уже CICT Настроен У нас Настроен В контейнере У нас Есть Selenium Grid Allure У нас Репорты Они Алертятся В Telegram И так Далее И тому Подобное Все Это Есть Теперь Мы Наложим На все Это Мониторинг Чтобы Контролировать Правильную Работу Нашего В данном Случае Такого Небольшого Сервера Ну и Небольшая Как раз В этом Плане Практика Итак Что у нас Какое у нас Содержимое Нашего Наших Файлов В первую Очередь Это Install Promises Я Предлагаю Открыть Чтобы было Поудобнее Наглядно На своей Рабочей Машине Которая у меня На Windows И что мы Здесь видим То есть Это Во-первых BinBash Понятно Дальше Использую SetE Чтобы каждый раз Если в случае Ошибки У нас Прекратился И прервался Бы Скрипт Значит Что здесь Происходит Мы скачиваем Наш Архив С Prometheus Потом Этот архив Мы распаковываем Переходим В директорию Распакованную В директорию Эту Распакованную Затем Копируем Promises Promtools В Директории User Local Bin Затем Создаем В ETC Директорию Промиссиус И Варлип Промиссиус Директории Копируем Конфигурационный Промиссиус Файл С которым Мы будем Работать Чуть Дальше Чуть позже В ETC Промиссиус То есть Там Будет Конфигурационный Файл Сохранится Потом Создается Пользователь Мы не Создаем Ему Домашнюю Директорию Как у нас Есть Home Admin Например В моем Случае А просто Оставляем Домашней Директории Просто Вот Эту Корневую Самую Основную А Shell Мы Как бы User Промиссиус Не может Использовать Никакие Shell Команды Ему Это Не надо Вот Это Как К Безопасности Плюс Ну и Владельцем Файла Варлип Промиссиус Мы Указываем Пользователя Промиссиус Вот Это Один Файл И Сервис Мы Создаем Таким Образом То есть Мы Создаем Файл Сервис ETC Систем D Систем Промиссиус Сервис И Такой Конструкции Мы Добавляем Содержимое Этого Файла И Затем Уже Перезагружаем Сам Систем D Стартуем Наш Сервис Промиссиус Сделаем Его Эннабл Чтобы Он Включался Запускался Каждый раз Когда у нас Тачка Выключается Включается Перезагружается Ну и Смотрим Статус Он сразу Выводит Мы увидим Что все Готово Или не готово Я Настоятельно Рекомендую Ну Как сказать Не факт Что Допустим В работе Вы будете Сталкиваться Конкретно С написанием Сервис Но Понимание Что это Такое Зачем Они Нужны И На Каком На Основе Чего Они Пишутся Это Было Бы Полезно Поэтому Я Рекомендую Вам Изучить Что Означает Все Вот Эти Вот Пункты Вся Вот Эта Информация Каждый Из Этих Аргументов Параметров Это Знать Важно Нужно Как Минимум Для Общего Развития Это Как Минимум А Как Максимум Вы Сможете И Создавать Какие-то Свои Собственные Сервисы Для Разных Задач Но На Этом Я Не Буду Останавливаться Сейчас Потому Что Информации В Гугле Действительно Много Мы Занимаемся С вами Практической Частью И Еще Момент Я Не Буду Выкладывать В Репозиторий Либо Куда-то В Комментарии В Описании К Видео Эти Все Скрипты Вот Вы Видите На Если Если Вообще Как Вы Разбираетесь То Проблем В Том Чтобы Найти В Гугле Вот Эту Информацию Как Создать Сервис Для Прометеуса У вас Вообще Проблем Не Возникнет Вот Как-то Много Водной Информации Но Я Думаю Что Надеюсь Что Она Будет Достаточно Важна Информация Которая Нам Понадобится Это Будет Наш Репозиторий Не Наш Это Репозиторий Прометеуса Мы Смотрим Нам Необходимый Образ Точнее Архив Ну Я Взял Вот Этот Архив То Есть MD64 Просто Мы Скопировали Адрес И Вставили Здесь То есть Я Здесь Вставляю Адрес Добавляю Вот Эти Параметры Меняю И Все То есть Если Вы Хотите Выбрать Другую Версию Вы Можете Это Легко Заменить То Откуда Вот Это Берется Это Ссылка Это Эти Названия Они Вот Из Прометеуса Репозиторий Прометеуса И Давайте Теперь Запустим Запустим И Посмотрим Итак У нас Что У нас Через Суда Потому Что У нас Много Там Системных Команд Происходит Ну Таких В Которых У нас Скорее Произойдет Permission Deny Вероятнее Всего Да Bash Install Promesius .sh Вводим Пароль У Этот Архив Что Занимает Не особо Долго Не особо Много Времени Так Отлично Скачали И Теперь Давайте Запустим Создание Сервиса Таким же Образом Все Как видите Все у нас Запустилось То есть Вот Эта Выдача Это Как раз Таки System CTL Статус И Наш Название Нашего Сервиса То есть Я могу Таким же Образом Повторить Чтобы Проверить И Вот У нас Открывается У нас По дефолту Порт То есть Promesius Это у нас Сервис Сервер И у нас Он по дефолту Открыт На То есть Порт У него 9090 И Давайте Проверим Появится Леон у нас Помним Что Значит Смотрим Если Вы не Помните Какой У вас IP Посмотрим Убедимся Что Вот У меня Интерфейс MP0 S3 И IP У него 92 168 171 Вот Мы открываем У нас Открылся Наш Promesius Как вы видите Веб Интерфейс Его Пока Здесь Ничего Нету Ничего Особо Не настроено Но Об этом Чуть Чуть Позже Все Расскажу Пока На это Внимание Не обращаем Главное Что мы Добились Такого Результата Значит У нас Прометеус Заработал Здесь Я думаю Нам Это уже Ссылка Не нужна И мы Следом Переходим К Node Экспортеру Экспортеры Прометеус Кратко Конечно Расскажу Прометеус По сути Своей Это Сервер Который Забирает Метрики С Экспортеров И Нам Их Демонстрирует Либо Переводит Графана Например Переносит Использует Там В Alert Менеджере А Экспортер Это По сути Мини Сервер Мини Программа Которая Ну Сервер По сути Потому Что Он Будет Тоже Открыт На Определенном Определенный Порт У него Будет Который Эти Метрики Собирает И Отдает Прометеус Нод Экспортер Это Самый Базовый Экспортер Он Служит Для того Чтобы Собирать Метрики С Вашей Тачки С вашей Виртуальной Машины С вашего Сервера Самый Основный В общем Такая Неизмысловатая Вещь О Абсолютно Таким же Способом Мы Копируем Здесь Ссылочку Только Копированная Ссылка Также Мы Добавляем Это Раскрываем Разбиваем Распаковываем Наш Архив Создаем Переходим В директорию Копируем Ее В юзер Local Bin Создаем Юзера Юзера Мы создаем В данном Случае Для того Чтобы Этим Юзером Можно Было Управлять Данным Экспортом То есть У нас Здесь Юзер Как видите В сервисах Юзер Нод Экспортер То есть Этот Юзер Управляет Нашим Сервисом Здесь Также Здесь Немножко Измененный По-другому Выглядит Сама Конфигурация Нашего Сервера Все Можете Здесь Понаблюдать Также Мы Автоматически Записываем Это Файл Пути ETC System D System Node Exporter Service Теперь Перейдем В директорию Node Exporter И Сделаем Судобашинст Судобашинст Стал Node Exporter Ждем Какое-то Время Все И Дальше Нам Нужно Создать Сервис Все Сервис Поднялся Как Мы Можем Видеть То есть Если Node Exporter По Дефолту У нас Располагается По-моему На Порту 99100 Давайте Проверим Сделаем Просто Запрос Курлу Local Хост И Надо Слэш Метрикс То есть Настройки Node Exporter Настроен По-дефолту Таким Образом Что Путь У него Именно Заканчивается То есть Метрики Идут Когда мы Указываем Метрикс В нашем Урле И Смотрим Да Метрики Побежали Как видите Большое количество Разнообразных Это Все Про наш Как раз Таки Про нашу Тачку Но Добавим Все Инкрустируем В Промиссию Смой Чуть Чуть Это Позже Окей Если Вы Localhost 9100 Метрикс Выполняете И у вас Большое количество Метрик Поползло Значит Вы Сделали Все верно Что нам Еще необходимо Нам необходим Alert Manager Alert Manager Нам позволяет Тоже сервер Который нам Позволяет Создавать Правила Для Алертов Использовать Правила Для Алертов То есть При Каком-то Событии Например У нас Load Average То есть Средняя Загрузка Поднялась Там Выше Определенного Значения И Ввиду Этого Нам Приходит Алерт Что Типа Load Average Is High Low Там С высокой Сильной Загрузкой Это Как пример Естественно У нас Вариантов Может быть Большое Количество Но для Того Чтобы С этим Всем Работать У нас Есть Alert Manager И его Мы Также То есть Пока Установки Все Идентичны Мы Также Скачиваем Образ Берем Создаем Сервис Ему То есть Здесь Вот Мы Alert Manager Устанавливаем И То же Самое Касается Сервиса И Теперь Давайте Это Все Выполним Так Установка Завершена И Теперь Создаем Сервис И Сервис Тоже Запущен Сервис Запущен Так Мы Сейчас Посмотрим Где У нас Он Лежит 93 Так С Alert Manager Мы Тоже Разобрались То есть Мы Получаем Если У нас Здесь Если Мы Получаем Следующее Сообщение То есть У нас Какой-то Там Текст То Значит Нас Все Устраивает Все Окей То есть У нас Нет Ошибки Что-то Неизвестно Там Такой У нас Будет Connection Refuse То есть У нас Есть Какой-то Connect С Дальнейшим Настройками Чтобы Все Это Работало Как Нужно Мы Поработаем Дальше Но Сам Факт Что Окей Сервис Работает Все У нас Хорошо Затем Нам Нужен Cadvicer Cadvicer Это Exporter Как Node Exporter Node Exporter Собирает Метрики С Нашей Виртуальной Машины Ну Вообще С Сервера Хаста Где Он Находится А Cadvicer Он Забирает Метрики С наших Поднятых Контейнеров Вот И нам Нужно Контролировать Что у нас Там Происходит Селениум Солюром Контейнером Вдруг Он Упал Чтобы Мы Могли Реагировать На Эти Инциденты Соответственно Что Здесь У нас Происходит Для Установки У нас Устанавливается Cadvicer То есть Если Вы Опять Посмотрите И Заходите Какой Выбрать Релиз В общем Вот Это Репозитория Это От Гугла Можно Писать Самостоятельно На Разных Я Лично Пишу Есть Моя Практика Написания Экспортеров Ручных Но Я пишу На Наш Файл Который Там Будет В User Local Bin И Даем Ему Разрешение Добавляем Ему Execute Чтобы Его Можно Было Выполнять А Сервис Мы Делаем Тут Совсем Такой Простенький Я Здесь Выбрал Юзера Рута Поскольку Ну Настраивать Создавать Там Пользователя Мне Ну Там Есть Смысл Такой Что К Адвайсеру Нужно Обращаться Ему Нужно Чтобы Блокер Даже Мой Пользователь Не имеет Прав Как бы Я не Выставлял Себе То есть Через Рута Мы Видим Что Нам Нужно Чтобы К Этим Всем Деректориям К Двойсер Мог Обратиться Особенно Контейнерам Потому Что Там Наши Контейнеры Лежат Но Он Этого Сделать Не Может Ну Ему Потому Что Все Рутовое Надо Ему Давать Группы Разные Так Ну Короче Для того Чтобы Облегчить Историю Мы Хотим Продемонстрировать Просто Работу С самой Системой Мониторинг Поэтому Я Решил Поставить Рута Но Вам Рекомендую Разобраться Углубиться Чтобы Узнать Как Правильно Можно Настроить Права Распределить Группы Определенные И так Далее И тому Подобное И в таком Случии Скорее Всего Все Будет Хорошо Ну Как Можно Было Сделать Конечно Когда Я Устанавливал Делал Докер Таким Образом Чтобы Это Все Принадлежало Докеру Пользователю Докера И в Группе Докера Ну Так В общем Я думаю Что Вы С этим Разберетесь Как Не Буду Отходить Далеко От Нашей Задачи Здесь Мы Переходим К Эдвайсер Устанавливаем Его По Дефолту Эдвайсер Будет Слушать На Порт На Порт 8080 И Создаем Сервис Все Сервис У нас Запущен Кто Даже Написано Что Стартед Кэдвайсер Экспорт Я Называю Кэдвайсер Потому Что Ну Очевидно Это Как-то Связано Си Скорее Обозначает Контейнер И Эдвайсер То есть Кэдвайсер Если Вдруг Кому-то Это Режет Слух Ну Вы Можете Написать В комментарии Как же Это Правильно Если Сейчас Я Пропишу Данный Адрес То Скорее Всего Он Не Заработает Это Происходит Потому У меня Происходит Потому Что У меня На Тачке Мне Нужно Изменить Настройки Firewall И Прям Вот Зафиксировать Премонентно Этот Порт 8080 То же самое Будет С А funny У меня Эти Настройки Они Зафиксированы В Файле Поэтому Как бы Проблем Не будет С этим Как Видите У меня Сайт This Side Can Be Rich Итак Как У нас Там Значит Firewall Command Потом Мы Делаем Перманентным Его Потом Мы Делаем Порт Нас Нужен Порт 8080 TCP И Надо Под Супер Юзером Success Потом Затем Мы Делаем Reload И Потом Посмотрим А List All И Видим Что У нас Есть Порт И 8080 TCP И Теперь Сделаем То же Само Вот У нас Открываются Контейнеры Смотрим Есть ли У нас Тут Контейнеры Видим Да Наши Контейнеры Allure И Selenium Можно По Каждому Из них Пройтись Посмотреть Что они Делают Как Видите У нас Тут Есть Разные Команды Выполняются Какие-то Процессы Точнее Происходят Загрузка Процессора Какая Идет И даже Сети Ошибки И файловая Система В общем Все Что нам Нужно У нас Здесь Присутствует И по Selenium И по Allure С Allure Такая же История Все идет Метрики Все дела Все Супер И осталось Нам Использовать Добавить Grafano Для того Чтобы была У нас Красота Grafano Можно Встановить Без Сервисов Автоматически Выбираем Edition Я выбираю Os И данную Инструкцию Но для того Чтобы все Опять таки Автоматизировать Но как видите Я добавил Grafano Вот этот Firewall Чтобы на 3000 Порт Нам Сделать Перманентный Firewall И добавить Сразу его В Добавить ему Сразу Enable Проверить его Статус То что он В Systemd У нас Существует Ну а Install Как та инструкция Которая Я вам показывал На сайте Grafano Большой пакет Разных Утилит Да я забыл Поставить Флаг Y Для того Чтобы меня Не ждала Моего ответа Система И так Все установилось Так Порт Добавился И тоже У нас Все Добавилось Все работает И давайте Посмотрим Проверим Это у нас Уже В интерфейсе Отлично У нас Открылась Красивая Grafano По моему Пароль По Default У нас Admin Admin Его можно Поменять А можно Не менять Вот я Не буду Пока менять Вот у нас Открылась Grafano Но Как с ней Дальше Работать Я чуть Позже Расскажу Если Например Вы Не в курсе Итого Мы имеем У нас Установлен Prometheus Установлен Grafano Alert Manager Node Exporter Sedvisor Cadvisor Как вам Угодно В принципе У нас Все готово Для того Чтобы Дальше Наводить Красоту Мониторинга Такую Базовую И так Пока Приведите Свои мысли В порядок Выпейте Чай Кофе И обязательно Возвращайтесь Всем привет Давайте Продолжим Сейчас Будем Нам Дальше Настраивать Мы Установили Grafano Prometheus KidVisor Nodex Porter Alert Manager И сейчас Мы будем Настраивать Их Для того Чтобы Это Все Просто Работало И Взаимодействовало Между Собой Это Я К Чему К Тому Что В данный Момент Например Мы Заходим Prometheus Наш IP И Порт 9090 И Например Что-то Связанное С К Advisor Nodex Porter У нас Как бы Никаких Метрик Нет Для Того Чтобы Нам Их Получить Нам Нужно Изменить Конфигурацию Prometheus Чтобы Он Собирал Метрики С тех Серверов Которые Мы Подняли С тех Сервисов Которые Мы Подняли Внутри Нашего Сервера Нам Нужно В нашем Случае У нас Все Очень Просто У нас Из Ну В плане Хоста У нас Просто Local Хост Единственное Нам Нужно Просто Знать Помнить Порты Порты Которые Будем Указывать И Пройдем В директорию Pro Missius Pro Missius YAML Смотрим Что у нас Здесь Есть У нас Здесь Есть Конфигурация Alert Manager Тут Даже У нас Есть Подсказка Что он Уже На 93 Порту У него Используется Не нравится Слово Порту Но В общем 93 90 93 Это Порт Который Использует Alert Manager У нас Тоже То есть По дефолту Но Единственное Что мы Укажем Local Host Таким Образом Конфигурация С Алертингом Пока Что Закончена Далее Вы видите Rule Files То есть Это Будут Наши Rule Файлы Для Алертов А Они Будут Написаны Нами Чуть Позже Дальше У нас Идет Scrape Config То есть Соскрапить Конфигурации Скрапа То есть Собиратель Сборщик Этих Метрик В первую очередь У нас Сейчас Что Мы Открываем 90-90 И у нас Там Уже Есть Какие Метрики По дефолту Здесь Уже Указано Что Идет Слэш Метрикс Путь Метрикс И На всех Других Экспортерах У нас Уже По дефолту Есть Метрикс Поэтому Указывать Здесь Не Надо Job То есть Это Как Все ICD Это Некая Джаба Которая Определенный Пробежуток Хост И Порт И Оттуда Собирает Метрики Так как По дефолту У нас Слэш Метрикс То есть Можно Сказать Что У нас Каждый раз Джаба Промиссиус Обращается К К такому Пути Она Собрала Показала На В интерфейсе Там Свои Апишки И Успокоилась Потом Через какое-то Время Еще раз Собрала Погуглите Посмотрите Документацию Промиссиуса Прометеуса Здесь Очень много Разных Характеристик Можно добавить По Интервалу Временному То есть Вот у нас Например Есть Глобальный То есть Который Применяется Ко всем Джабам Вы можете Что-то Изменить Добавить В общем Делать И Развлекаться Как вам Угодно Ну или Если вы Вдруг делаете Уже Какой-то Проект Такой Более Основательный То Необходимо Будет Самим Поковыряться Посмотреть Что нужно Именно Вашему Проекту В вашей Работе Нам нужно Сюда Добавить Два Экспортера Первое Это будет Job Name Node Экспортер Девяносто Девять Сто И Кадвайсер Девяносто Девяносто Нет Восемьдесят Восемьдесят И Это Все То есть Здесь мы Разобрались Сохраняем И давайте Перезапустим Сервис Промиссис Систем Ди Делаем Рестарт Все Перезапустили И Возвращаемся К нашему Интерфейсу Веб Интерфейсу Он у нас Упал В чем же Причина Давайте Проверим Может быть Есть Какая-то Проблема Так Проблема Что я Допустил Становый Mistake Targets И Теперь Снова Делаем Рестарт Нашего Сервиса Проверяем Статус Со статусом Все окей Обновляем Все у нас Здесь появилось Для того Чтобы посмотреть Какие у нас Есть цели Помните Мы писали Targets Мы откроем Targets Что мы Видим Мы видим Что Кадвайсер Up Node.exporter Up И Промиссис Up И Мы сейчас Посмотрим Еще раз Вот Видите У нас Появились Нода Node.cpu Точно Уже Провел Какое-то Время Чтобы Посмотреть Очень Но Большое Количество Разных Метрик ICP Там Разные Месседжи Ты Как раз Таки Вот Когда Мы В топ Выбираем Утилиту Топ И Вот Здесь Смотрим Load Average За 1 минуту За 5 И за 15 Минут И Вот Здесь Как раз Node.load 1 Node.load 15 Node.load 5 Эти метрики Нужно изучать То есть Сходу Понять Сразу Что Мне Надо Не Так Это Легко Точнее То Что Надо Легко То есть Вы Например Ну Как Они Срабатывают Правильно Или Неправильно Но Сам Мониторинг И Все Это Красоту Мы Будем Делать В Графане Не Зря Мы Ее Установили Итак Переходим В Графану Обновим Страничку На всякий случай Убедимся Что Все Работает Тут Много Всего Разного Интересного Нам Нужно Сделать Конфигурации Настроить Нам Нужно Добавить Data Source То есть Источник Данных Добавляем У нас Что Промисс Правильно Правильно Выбираем Его И здесь Ничего Сложного Просто Мы Пишем Наш Хост Портом Дальше Здесь Можно Чего Не Указывать Переименовать Ну Просто Если Вы Хотите Работать Можно Оставить Такие Настройки Это Достаточно Вполне И Safe And Test И Как Видите Все У нас Data Sources И Сборки Посмотреть Детали То есть Прометеус И Все И Достаточно Итак Немножечко По кнопочкам Чтобы Настроить Алертинг Алертинг Можно Настроить Графани Это Можно Сделать Прям Вот Здесь Прям Графани Все Это Придумывать Настраивать Если Вы Хотите Выполнить Какой Запрос Проверите Вот У нас Есть Explore Выбираем Вот Здесь Вот Промиссис То Может Быть Так С Графана Но Вам Нужно Выбрать Промиссис И Выбираем Например Вы можете Сделать Билдера То есть Вы просто Выбирайте Метрику Какую Вам Нужно Там Кстати Варя Контейнер У нас Тут Есть Вот Мы Запускаем У нас Появляется Какой То График Можно Например Там Графики Кстати Это Все Характеристики Связанные С Нашей Нодой Нашим Процессором Поэтому Тоже Изучите Что Каждый Из этих Значит Либо Это Может Быть В коде Мы Смотрим В коде Как Это Выглядит Просто Здесь Используется Одна Просто Название Метрики Можно Использовать Разные Команды Арифметические Например Сум Запустим И вот Мы получаем Сумму Всего То есть Видите У нас Один Параметр Остается Используя Фигурные Скобочки Можно Добавлять Особенности Можно Использовать Лейблы Метрик Запускаю Видите Много Вот То что Написано CPU 0 Инстанс Такой То Джоб Такой То Мод Такой То Видите Уже Подсказывают И я Хочу Только Видеть Айдол И я Таким Образом Пишу Запускаю И вот У меня Будет Только Айдол Или Например Я хочу Узнать Все 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 Как Мы Только Что Делали Для Этого Я Делаю Так Вот И Сум То есть Вот У нас Сумма Всех Мод Будет И вот Мы Делаем Сумму Когда Начинаешь Это Делать Руками Пробовать Становится Все Очень Понятно И Просто Но Особенно Что Касается Самых Простых Метрик Но Мы Хотим Делать Красивый Дашборд То есть Дашборды Наши Дашборды Которые Можно Было Красиво Посмотреть Разобрать Ну И Давайте Его Создадим Давайте Создадим В графане Есть Замечательная Такая Вещь Как Графана Хаб Что-то Типа Того То есть Это Куча Куча Разных Абсолютно Разнообразных Дашбордов Которые Можно Использовать И нам Как раз Нужны Какие Нам Нужен Дашборд На Node Экспортер Пример Чтобы Посмотреть Красивые Наши Графики И Плюс Такого Метода Будет В том Что Когда Вы Загрузите Этот Дашборд Готовы Уже Вы Сможете Внутрь Посмотреть Внутрь Этих Внутрь Этих Панелей Какие Там Выражения Используются Как Они Построены И Что Они В итоге Какой Результат Дают Но Так Как Это Делают Обычные Люди Там Могут Тоже Свои Ошибки Косяки И Все Не Очень Гладко Как Б Хотелось И Вот У Значит Дашборд Графана Лапс То есть Графана Заходим На Этот Сайт Графана Дашборд Дашборд И Вот Нам Нужен Вот Например Nodex Портер Фул 22 Миллиона Скачивания То есть Весь Вот Такой Весь Готовый Дашборд Который Но Сносит 22 Миллиона Скачиваний Куча Звезд Ну Почему Вы Такой Не Скачать Скачать Можно По-разному Либо Айдишник Его Взять Либо Добавить Ну Давайте Попробуем С Айдишником Не Знаем Что Из Этого Получится И Настроим Да Вот Здесь Мы Убираем Импорт Добавляем Вот Айди Загрузка Вот Мы Получаем Как бы Наш Скачанный Обновленный Поменяем Ему Имя Опять Таки Да В главной Папочке Пусть Будет Промиссис Пусть Будет Удачи Не Пусть А Он Нам Нужен И Импорт Делаем И Вот У нас Появляется Весь Мониторинг Который Как Мы Видим Везде Показывает Давайте Поставим За последние 15 минут Который Нам Показывает Всю Необходимую Нам Информацию Тут Даже Больше Чем Надо Видите Ну В Этой Красоте Во Все Можно Ковыряться Это Как раз Характеристики По Всему Серверу Ну Честно Говоря Все Это Дело Очень Залипательное На Это Можно Очень Много Времени Потратить Смотреть Изучать Что Я Хочу Показать То Есть Например Я Хочу Посмотреть Как Ж Так Получилось Почему Она Такая Крутая Красивая Как Это Люди Делают Я Не Знаю Первый Первый Раз Раз Делают Например То Есть Для Того Чтобы Разобраться Из Чего Состоит Как Строится Вот Эта Вся Схема Вы Просто Нажимаете На Имя Панели Edit И Вот Здесь Ниже Будет Расписано То Как Эта Метрика Была Создана А Дальше Уже Вручную Смотреть Разбираться Как Чему Куда Относится Уже Дальше Походу Здесь Справа Это Настройки Как Это Должно Как Это Выглядеть Будет Можно По Всякому Менять Таблички Графики Там Разные Такие Что К чему Куда Относится Какие Там Можно Ставить Ограничения Там Минимум Там 10 Какой Нибудь Там Максимум 100 Ну Вот Если 100 Мы Поставим Максимум Что Поставим Максимум У нас Тут Появляется Отметка Что Ближе К 100 Уже Красная И так Далее И тому Подобное Вот У нас Есть Готовый Not Exporter Метрики Для Not Exporter Давайте Посмотрим То Самое Но Только Для К Вайсера Так Кубернетес 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 Это что-то Похожее Вот Это Что-то Похожее Так У нас Тут Скачивание 55 Тысяч Ну Давайте Попробуем Попробуем Это Тоже Установить Сохраним Наш Дашборд Вот Вот Видите Например Если мы Выбираем Неправильные Какие-то Ну Как бы Видите Что человек Делает Не очень Как бы Выглядит И Супер Не так Хорошо Как бы Хотелось Наверное Наверное Если мы Видим Значение Na No Data То есть Это значит Что Эти метрики Названия То есть Содержимое Этих метрик Не соответствует Тому Что имеется У нас Давайте Посмотрим Что же Имеется Что же Здесь И что У нас Не хватает Значит Разные Инстансы Используются У нас Инстанс 1 То есть Гипотетически Это Можно Например Удалить Не Выполняется Давайте Проверим Файл Файл Систем А Ну Видите Вот У нас Например Нету Файл Систем Сайз У нас Есть Файл Систем Байтс Например Например Так У нас Есть Давайте Проверим Байтс Потом У нас Нет Файл Систем Фри Файл Систем Фри Но Если У нас Байты То И здесь Будет Байты Тогда Так И Опять Минус Точнее Разделим А вот Это Удалим И Запустим Вот У нас Получается И Метрика Мы Ее Поправили Сохранили Все Метрика Появилась Дальше Опять Например Аптайм Почему У нас Простая Ж Задача Опять Таки Инстанс У нас Один Запускаем Что-то Не то Проверяем Нод Хотя Давайте Попробуем Она Может быть Смачиться Нод Буд Тайм Секом Видите Просто Метрики У нас Немножко Отличается По Названиям Да И Все Таки У нас Есть Нету Один Час Апплай Вот У нас Аптайм Один Час И Таким Образом Можно Заполнить Все 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 Необходим То есть Давайте Только Сделаем 15 Минут И Можно Так Заполнить Все Нам Необходим И Данные Которые Выглядят Поломанными Вот И Мы Будем С Работать Вот Таким Незамысловатым Образом Это Все Можно Сделать Настроить Посмотреть Единственное Что Нам Еще Остается Сделать Я Это Даю Вам Ваши Руки Чтобы Позанимались Поковырялись Может быть Лишнее Удалили Удалили Чего Не Не Понимаете Не Знаете Благодаря Уже Составленным Дашбордом Можно Разобраться И Понять Что В Принципе Используется Для Мониторинга Почему Это Важно Что За Что Отвечает Может Быть Конечно Вам Это Не Понадобится И В Принципе Не Очень Полезная Информация Будет Будущим Но Так Или Иначе Все Что Каждая Характеристика Есть Серьезные Какие-то Супер Знания Они Важные Но Также Их Достаточно Просто Приобрести Вот Поэтому Я надеюсь Что Как-то Вот Эта Вот Вся Красота Вас Сможет Смотивировать На то Чтобы С этим Всем Поработать И По Изучать В Следующем Видео Мы Как раз Уже Займемся Алертингом Напишем Несколько Правил Поубиваем Наши Контейнеры Для того Чтобы Эти Правила Срабатывали Например И Нам Приходило Письмо Сообщение В Телеграм То Сделаем Уже Небольшие Alert Rules А пока Приведите Свои Мысли В порядок Выпейте Чай Кофе И Обязательно Возвращайтесь Продолжение следует